Чиньму решил воздействовать на внешние, самые длинные нити восприятия. Они могут дальше растянуться, к тому же, они находятся ближе к внешней стороне водоворота и были сжаты меньше всего. Как только он начал воздействовать на них, тысячи нитей слаженно затанцевали по его желанию, напоминая веревочки-марионетки, танцующих в диком танце по воле манипулятора. Бесчисленное множество тонких нитей восприятия заструились волной по спирали. Смешав их восприятие, Сули Ачерау также четко ощущала каждое изменение, происходящее в Чиньму. Увидев воочию весь этот процесс, в ее голове непроизвольно выплыла мысль «Потянешь за волосок, отзовется во всем теле». Пожалуй, эта фраза лучше всего подходит для данной ситуации. Наблюдая за всем происходящим с невероятным изумлением, она никак не могла понять, зачем Цаадун это делает, но это не мешало ей восхищаться его уровнем контроля. Она была уверена, что будь сама на его месте, не смогла бы сделать лучше. Чиньму безостановочно манипулировал бесчисленными нитями восприятия. Под его управлением они формировались в волны и с единым ритмом спускались по спирали восприятия. Невероятный контроль. Глаза Сули Ачера угорели азартом. Она прекрасно понимала, насколько трудно одновременно контролировать тысячи нитей и при том придавать им форму огромных волн. Для того, чтобы контролировать движение в едином ритме, да еще и такого невообразимого количества нитей, нужно обладать невероятным контролем восприятия. Точный контроль – это цель, к которой стремятся все медики-заклинатели. В сравнении с обычными заклинателями карт, можно сказать, что они намного более компетентны в области точного контроля. У многих медиков-заклинателей уровень точности контроля просто невероятен, это помогает им выполнять сложнейшие операции и оперировать многими высокоуровневыми лечебными картами. Однако, даже являясь высококвалифицированным мастером, Сули Ачера была не уверена, что смогла бы контролировать такое количество нитей. Если бы она не увидела своими глазами, то не поверила бы, что во всем лаю есть кто-то, кто обладает подобными навыками. Но она это видела воочию. Нет, она ощущала это своим восприятием. И это был 18-летний юноша. Теперь он предстал перед ней в совершенно новом свете. Невероятное здоровье и четвертый уровень восприятия еще не считаются истинным могуществом, но они указывают на безграничные перспективы. Вдобавок поразительный контроль восприятия и холодная голова, за исключением недостаточно привлекательного лица, что мало сказывалось на его потенциале. Она попросту не верила, что в лаю объявился гений подобного уровня. Почему о нем никто не знает? Лицо Чиньму, невозмутимое как скала, все так же не отражало ни капли эмоций и переживаний. Сосредоточенный, невозмутимый, спокойный. Если бы не результаты проверки костного возраста, она бы ни за что не поверила, что такими качествами может обладать юноша 18 лет. Эти качества присущи исключительно прославленным высококлассным заклинателем, имеющим за спиной множество боев. Спираль восприятия сотрясалась волна за волной, и с каждым разом бешеная скорость спирали замедлялась все сильнее. За 10 секунд неустанного контроля Чиньму, спираль обернулась примерно сотню раз, а это 10 раз за секунду. Высокочастотные удары нити Чиньму были подобны свирепым зверям, беснующимся в приступе ярости. Информация, которую она получила с помощью восприятия, выстроилась в ошеломляющую картину в ее голове. Она подняла взгляд, выражение «желиться парня» ни капли не изменилось, все такое же холодное и невыразительное. Это ее успокоило. Сейчас она возложила все свои надежды на него, и, увидев, что он, как и прежде, сохраняет спокойствие, она тоже успокоилась. Через мгновение она с радостью обнаружила, что, вышедшая из-под контроля и прежде пугающие восприятия почти полностью успокоилась. Этот способ сработал. Прежде ошеломленная Сулия Черау сразу же оживилась. Несмотря на весь ее профессионализм, она, в конце концов, всего лишь 20-летняя девушка. Как только она сталкивается с опасностью, особенно если эта опасность может быть смертельной для нее, то как крепость ее воли можно сравнивать с пережившим бесчисленное количество рисков Чиньму. Но когда первая волна оживления прошла, она очень быстро взяла себя в руки и перевела взгляд на тело Цаадуна. Сейчас он стал еще более любопытен для нее. Это чувство было схоже с тем, что она ощутила, столкнувшись с причиной недуга Чиньму, что в очередной раз бросила ей, как медику, вызов. Она с нетерпением ждала возможности еще больше пополнить свои знания. И, возможно, от того, что она была так спокойна, она смогла обнаружить то, что хотела. Лицо Чиньму было все так же неизменно спокойно, дыхание и сердечный ритм тоже без изменений. В душе она восхитилась этим. Обладая подобными качествами, если бы он решил стать медиком-заклинателем, то на этом поприще ему не было бы равных. Но вдруг ее внимание привлекли глаза Цаадуна. Хоть глаза парня и были открыты, но очевидно, что он был сосредоточен на чем-то глубоко внутри себя, и от этого его глаза будто бы потеряли былой блеск. О чем он думает? В голове девушки возникла эта невинная и озорная мысль. Она попыталась внимательнее рассмотреть лицо парня. Внезапно она наморщила брови, а в ее зрачках отразилось желтое, как восковая свеча лицо. Желтое, как восковая свеча. Как только эта мысль всплыла в ее голове, она глубоко задумалась. Глава 224. Карта-дешифратор. После многочисленных ударов нитей восприятия, водоворот, образованный из энергии обоих заклинателей, наконец-то начал замедляться. Прекрасное лицо Сулиачирау от радости залилось румянцем. Она уцелела, и в такой ситуации было трудно сохраняться без различия. Ее взгляд невольно устремился в сторону Чиньму, и она просто остолбенела. По лбу Юнаши рассыпались крупные капли пота, видимо он израсходовал очень много сил. Но, что было странным, так это то, что выражение его лица оставалось таким же невозмутимым, ни единой перемены. Даже его взгляд, лишенный каких-либо эмоций, оставался неизменным. Это была несколько странная картина. Сулиачирау, заклинатель-медик, она имеет четкое представление об устройстве человеческого организма. Существует не так много людей, чьи познания будут более глубокие, чем у нее. По логике вещей, учитывая в каком положении оказался Чиньму, то у него должно быть тяжелое дыхание, взбухшие вены и ускоренное кровообращение. Однако все ее предположения не оправдались, тело Юнаши не проявило ни единого ожидаемого ей симптома. Вглядываясь в каменное лицо, на котором застыла пара ничего не выражающих зрачков, Сулиачирау почувствовала, как ее резко обдало холодом. Техника скрытого дыхания во всех отношениях повышает способности Чиньму. Однако, такая тяжелая кропотливая работа, пусть даже и с использованием метода скрытого дыхания, все равно забрала у Чиньму слишком много сил. Тем не менее, самый трудный этап уже прошел, а скорость вращения спиралевидной пружины восприятия неуклонно снижалась. Восприятие начало приобретать свой привычный вид. Однако на лице Чиньму не отражалось и капли радости. Он продолжал спокойно и сосредоточенно работать над своим восприятием. Его манипуляции, приводящие тоненькие нити восприятия в движение, становились все быстрее и быстрее, а удары один за другим все более сильными. Своим восприятием Сулиачирау ощущала мощную вибрацию, а ее связь с Чиньму теряла былую четкость. Прежде чем она смогла осознать это, по ее телу пробежала крупная дрожь, и девушку окатило волной расслабления. В одно мгновение все вернулось в нормальное состояние, а она снова получила контроль над своим восприятием. Все обошлось. В ее прекрасных глазах горел восторг. Она спаслась и не могла сдержать радости. Обычно спокойная и тихая Сулиачирау сейчас блистала неповторимым очарованием. Если бы сейчас здесь присутствовал кто-нибудь еще, то он абсолютно точно был бы сражен ее обескураживающей красотой. Только у Чиньму это не вызвало ни единой эмоции, а его глаза и вовсе были закрыты. Спустя несколько секунд Сулиачирау окончательно взяла себя в руки и успокоилась. И девушка увидела, что Чиньму по-прежнему не двигался. Неужели с ним что-то не так? Она не могла знать, что с Чиньму ничего не случилось, просто время пребывания в режиме скрытого дыхания еще не закончилось и сейчас он всматривался в найденного Сулиачирау-паразита. В этом состоянии он мог очень четко разглядеть причину его болезни – зеленую нить. Еще до вхождения в это состояние он твердо решил, что хочет попробовать окончательно разобраться в этом подарке девушке-демона. Складывалось ощущение, будто Чиньму наблюдает за чем-то, что не имеет к нему никакого отношения, поскольку на его лице не было ни тени изумления. Вся зеленая нить целиком предстала перед его глазами. Ее способности поразили его воображение еще при первой встрече с Демонессой. Тогда он сразу понял, что эта таинственная зеленая нить содержит в себе огромную силу, что произвело на него просто неизгладимое впечатление. Ее структура была тоньше волоса и петляла туда-сюда, извиваясь в диком танце. Кое-где ее линии даже пересекали сами себя, сплетаясь воедино. На вид зеленая нить походила на копию кровеносной системы человека. Ее тонкое тело, состоящее из множества линий нитей, настолько плотно прилегало к костям, что даже если бы Чиньму захотел ее убрать, то у него ничего бы не вышло. В режиме скрытого дыхания аналитические способности Чиньму были на недостижимой для человека высоте. В одно мгновение он смог привести в порядок эти, кажущиеся хаотично запутанными, тончайшие зеленые нити. В прошлый раз, когда они так внезапно проявились, он уже понимал, что они очень опасны. Но сейчас, используя технику скрытого дыхания, он еще лучше осознал, в чем заключается опасность зеленой нити. Чиньму открыл глаза и сразу же обратил пристальный взгляд на Сулиачерау, что ее очень напугало. Она не привыкла к такому, пронизывающему насквозь взгляду, и лицо девушки залилось краской. Однако она очень быстро выкинула это неприятное чувство неловкости из своей головы, ведь следующее действие юноши заставило ее окончательно впасть в ступор. Чиньму активировал наручи, и в его руках появилось светло-голубое лезвие. Что он собирается делать? Сулиачерау побледнела, неужели он хочет убить меня? Многие заклинатели являются невероятно жестокими и беспринципными людьми, в них живет жажда убивать. Неужели сегодня она встретила именно такого заклинателя? Когда заклинатель-медик оказывается один на один с боевым заклинателем, то у него нет никакой возможности защитить себя. Однако лишь малое количество людей относится к врачам неблагосклонно. Где гарантили, что в один день он не получит серьезное ранение? Обидеть заклинателя-медика легко, а вот после этого разбираться со всей ассоциацией медиков-заклинателей весьма проблематично. Ассоциация медиков-заклинателей – очень дружный и сплоченный союз. Если попасть в их черный список, то шанс, что кто-нибудь из целителей возьмется спасти данного человека, очень мал. Но в этом мире всегда существуют исключения из правил. Разумеется, на свете есть бесстрашные, сумасшедшие и абсолютно безрассудные люди. Однако Сули Ачироу была весьма умным и проницательным человеком и почти на подсознательном уровне отвергла эту, внезапно пришедшую в голову, мысль. Вдруг, неожиданно для себя, Сули Ачироу, стиснув зубы, твердо посмотрела на Чиньму, хоть во взгляде девушки и читался неподдельный страх. Она никогда не думала, что увидит столь пугающую картину. Она спокойно относилась даже к самым эмоциональным моментам благодаря своему многолетнему опыту работы в клинике, который был богат на события, которые могли повлиять на психику человека. Но то, что сейчас происходило у нее перед глазами, заставляло ее побледнеть. Чиньму принялся, без единой эмоции, разрезать свою кожу, будто хотел что-то найти. Свежая кровь извилистым потоком хлынула из раны, и воздух тут же наполнился ее запахом. Сули Ачироу раскрыла рот в попытке что-нибудь сказать, однако увидев все так же безэмоциональное лицо Чиньму, решила все-таки промолчать. С точки зрения своей профессии, у нее было достаточно много причин, чтобы насмехаться над неуклюжестью движений Чиньму. Обратись он практикующему врачу, было бы в половину меньше крови. А говоря за себя, Сули Ачироу смогла бы уменьшить это количество минимум в 4 раза. Но, даже учитывая, что ножом бы оперировала она, Сули Ачироу сомневалась, что смогла бы нанести такое ранение без долгого и обстоятельного обследования. Будучи высококвалифицированным врачом, она знала, что такой надрез не меньше 10 сантиметров в длину необходим только в крайних случаях, когда жизнь пациента висит на волоске, или когда нужна ортопедическая хирургия непосредственно на костно-мышечной системе. Однако сейчас ее было не до насмешек над хирургическими способностями Чиньму. Если человек в состоянии хладнокровно разрезать свою левую руку, наблюдая за тем, как его кровь вытекает наружу, а после этого с таким же спокойствием разорвать собственную рану, то остается только надеяться, что он знает, что делает. Сули Ачироу, наконец, потеряла самообладание и, не сдержавшись, выпалила. Если ты будешь продолжать в том же духе, то пойдет заражение. Однако Чиньму пропустил ее слова мимо ушей и продолжил. Склонив голову, правой рукой он начал копаться в ране на левой руке, будто пытаясь что-то нащупать. У Сули Ачироу просто волосы встали дыбом. У нее было такое ощущение, Чиньму вообще не чувствует никакой боли, ведь его лицо по-прежнему было безразлично. Неважно перед кем бы предстала эта картина, вряд ли кто-то способен такое забыть. Наблюдавшая за всей этой ужасающей картиной Сули Ачироу хотела его остановить, как вдруг юноша, без всяких предупреждений, просто рухнул со стула вниз. Сули Ачироу крайне удивилась такому повороту и хотела подойти поближе, чтобы осмотреть парня. В этот момент тело Чиньму, упавшее на землю, начало сводить судорогами, как будто бы его сейчас разрывает от нестерпимой боли. Глаза его были плотно закрыты, а лицо покрылось выражением полным мук и страданий. Сули Ачироу отбросила все мысли и сомнения и метнулась к лежавшему на полу Чиньму. Лаю давно являлся крупным развивающимся городом, однако благодаря затеянной игре корпорации Чжанчжау, сейчас на нем сомкнулись взгляды всей федерации. Сейчас все организации обладающие силой устремились в этот, прежде никому не интересный, городок, для того чтобы попытаться приумножить свое влияние. Сиамань внимательно разглядывала вещицу у себя в руки и, не сдержав любопытства, спросила, что это за карта. Она еще никогда не видела такой карты. Помимо сил поддержки босс еще специально прислал эту карту. В ответ раздался голос Хьюга. Это новинка для расшифровки найденного шара. Новинка, как ей пользоваться. Было видно, что Сиамань задумалась, и вместе с тем она начала крутить золотистую карту между пальцев. Эти незамысловатые движения были преисполнены невероятной красотой и грацией. Однако ответ последовал не от ее товарища в маске, а от усатого мужчины, Хуцзы. С довольным видом попивая вино, он лениво произнес. Это действительно отличная штука. Я распорядился похитить одного из их исследователей. Хихи. Однако я никак не думал, что получу столь полезную информацию. Какую информацию? Сиамань широко распахнула глаза и с интересом уставилась на усача. Увидев такое выражение на лице Сиамань, Хьюга чуть не рассмеялся, но он быстро взял себя в руки и подавил улыбку, надев на себя маску чрезвычайной серьезности. Усач, довольный собой, вновь пригубил вина. Чтобы раздобыть эту информацию, ему пришлось затратить немало усилий. Помните, как в тот раз вы встретили заклинателей корпорации Чжанчжоу и Величественного Дворца Книг? И что с того? Сиамань почувствовала себя странно. Как она может забыть тот день? Невольно в ее сознании возникло слегка вздернутое лицо, появившееся во мраке. Почему она вновь вспомнила его? Сиамань тут же потрясла головой, чтобы выкинуть это видение прочь из своей головы. Хе-хе, тебе не кажется это странным? Так много заклинателей вышло на операцию и, не говоря ни слова, бросились в атаку. Как ни посмотри, а тут есть о чем подумать. Видя, как на лице Сиамань появилось раздражение, усач тут же добавил, послушай. В тот день они начали действовать, потому что вдруг обнаружили, что в лаю используют в ту же технологию, что и они. К тому же они узнали, что у их противника технология более развита. Услышав это, Сиамань очень удивилась. Как такое может быть? Усач продолжил с абсолютно серьезным лицом. Эта информация абсолютно достоверна. Когда мы впервые услышали об этом, то тоже не могли поверить. Впоследствии, чтобы подтвердить эту информацию, нам пришлось заплатить очень большую цену, чтобы похитить их исследователя. И так мы узнали, что она абсолютно правдива, и нам пришлось поверить. Говорят, что тот таинственный сигнал возникал дважды. Сиамань была потрясена. Исследованиями технологий связи в дикой местности занимаются все более-менее большие корпорации. Но до сих пор только корпорация Чжанчжау достигла действительно значимых результатов. Чудо-технология корпорации Чжанчжау уже стала сенсацией во всей федерации, которая претендует на слом всего существующего порядка. Это, можно сказать, мелкая местная корпорация вдруг смогла произвести то, что было целью для многих крупнейших организаций. Волей-неволей это восхищало. Однако, сейчас узнается, что есть кто-то, кто еще больше преуспел в этом деле, при том, что он тоже находится в Лаю. Как же Сиамань будет не ошарашена такими новостями? Глава 225 Цаадун, к тому же, ты ни за что не поверишь, но тот сигнал шел с северо-запада Лаю, а это как раз тут, недалеко от нас. Потерев усы, сказал Худзи, также известный как Усач, когда-то корпорация Чжанчжау тайно следила за этим районом, а я никак не мог понять для чего. Но сейчас я понял. Вероятнее всего, именно тут они уловили тот сигнал. Усач говорил так уверенно, будто сам состоял в рядах корпорации Чжанчжау. У Сиамань не было слов. А этот город становится все интереснее и интереснее, промелькнуло у нее в голове. Она в очередной раз прокрутила в руках золотистую карту и спросила. А эта карта, она используется для обнаружения и захвата сигнала? Худзи загадочно ухмыльнулся. Какая умница. Однако она используется не совсем для перехвата сигнала. В прошлый раз, когда мы отправили перехваченные сигнальные шары на исследование, наши специалисты по карточным механизмам провели анализ и в итоге выявили волновой диапазон того таинственного сигнала. И попросту сделали коммуникационную карту, работающую в том же диапазоне. У этой карты лишь одна функция – поиск устройств работающих на той же волне. Как только вторая сторона выходит на связь, эта карта определяет местоположение. Но из-за недостатка времени на создание, эта карта может определить лишь примерное местонахождение. Примерное местоположение? Насколько примерное? Спросила Сиамань. В пределах 500 метров, Сиамань внезапно заинтересовалась. Можно мне испытать эту карту? У Худзы оставалось безразличное выражение лица. Он продолжил пить свое вино и, вернувшись к тому благодушному состоянию, лениво ответил. Сейчас это бесполезно. Тот таинственный обладатель технологии сейчас не активен. Можешь, конечно, попробовать, однако не говори, что я не предупреждал. Сиамань все же решила попытать удачу, но карта действительно не активировалась, что сразу же рассердила ее. Внезапно она вспомнила. Кстати, Усач, помоги мне разузнать о хозяине небесного крыла. Будучи ответственным за разведку, Худзы всегда знал все и обо всех благодаря своей развитой сети информаторов. Небесное крыло? Их директор разве не цаадун? Почему он тебя так заинтересовал? Усач поднес к рту бокал вина, но увидев заинтересованность девушки, убрал его в сторону. Он что, так известен? Сиамань заинтересовала такая реакция Усача. Прошлое этого человека – загадка. Никто не знает, откуда он взялся. Поговаривают, что он явился в Лаю прямиком из леса. Рядом с ним всегда находится еще один человек, примерно 28-35 лет, очень молчаливый и скрытный. Они спасли Клиа из семьи Лайвань. Цаадун спас его, используя какую-то уникальную карту атакующего типа. Но больше всего Цаадун привлек внимание людей своим талантом в области создания карт. Небесное крыло изначально было дочерней компанией семьи Лайвань. Ее использовали для того, чтобы пристраивать младшие поколения и для того, чтобы отблагодарить Цаадуна за спасение жизни младшего наследника. Эту компанию отдали ему. Хэм. Эта семейка просто нечто, стоит один раз использовать боевые навыки, и они готовы расстаться со своим имуществом. Это уж слишком. Недовольно хмыкнула Сиамань. Ха-ха. Все не так, как кажется. Эта семейка изначально имела на него свои планы и хотела таким образом втянуть его в свои грязные делишки, но кто ж знал, что Цаадуна кажется не лыком шит. Как только он принял бразды правления, то сразу же заставил всю эту золотую молодежь уволиться по собственному желанию. А потом небесное крыло начало стремительно расширяться. Сейчас они знамениты своими рекламными вывесками и учебными пособиями. Особенно пособиями. Эти пособия настоящий шедевр, по правде говоря, даже на меня они произвели впечатление. Если бы во времена моей учебы кто-нибудь догадался создать такие пособия, я бы точно хорошо учился. Внимательно слушающаяся Мань не могла не закатить глаза. Потом эта история с корпорацией Чжанчжау. Ты же видела рекламу? Спросил Усач. Видела. А Цаадун какой к этому имеет отношение? Удивленно спросила Сяамань. Ту рекламу создал именно он. Сейчас она является примером образцовой иллюзорной рекламы и наделала много шуму во всей Федерации. Но есть еще более любопытный факт. Говорят, что Цаадун лично изготовил эту рекламу всего лишь за три дня. И ха, до сих пор мурашки, так правдоподобно получилось. Вот бы он взялся за визуализацию той певички, как ее. Танью Минь. Я бы точно купил копию. Поглаживая свои усы и прищелкивая языком, Худзы предавался сладострастным фантазиям. Не вытерпев его выражения лица, Сяамань прервала его мечтание. А он может создать боевую карту? Боевую? Я о таком не слышал. Усач удивился и покачал головой. Сяамань машинально погрузилась в раздумья и в этот момент, внезапно, подал голос Хьюго. Ты что-то обнаружила? Увидев, что эти двое смотрят на нее с предвкушением, Сяамань рассказала об особенностях карты дракона бушующего пламени, о характерной букве с на ней и о том, как она пошла в небесное крыло и ее выгнали оттуда. Создатель карт Хьюго не смог сдержать удивление. Неужели лучше, чем Орехоголовый? Орехоголовый являлся одним из выдающихся создателей карт их организации. Карты мандарин и головастик Сяамань были его творениями. Поскольку его стрижка была похожа на орех, все называли его исключительно Орехоголовым. Его карты пользуются огромной популярностью, поэтому многие старались угодить ему, чтобы он уделил им толику своего таланта. А перед Сяамань этой женщиной бурей он не мог устоять. Сяамань колеблись продолжила. Если честно, мне кажется, что он превосходит Орехоголового. Ового, ты серьезно? Хьюго и Усач сразу же изменились в лице. Получить такую оценку от Сяамань весьма нелегко. Задумавшись, Хьюго сказал. Если так, то, конечно, следует познакомиться с этим дарованием. Усач сразу же закивал головой. Точно, я могу разузнать о нем получше, а потом посмотрим, сможем ли мы наладить контакт. Знакомство с подобным создателем карт полезная штука. Хоть у нас и есть свои мастера, еще один гений точно не помешает. Однако Хьюго решил напомнить. Но не забывайте, что нам следует направить основные усилия на корпорацию Джанчжоу. Не стоит распылять много энергии на столь незначительные мелочи. Сяамань успокаивающе кивнула. Братец Хьюго не беспокойся, я знаю меру. Когда Ченьму очнулся, он обнаружил себя в стеклянной ванне, больше походящей на колбу. Ванна была наполнена бледно-зеленой жидкостью, а он, голый, был вертикально погружен в нее по самую шею. С незадачи Ченьму усмехнулся, все же он недооценил зеленую нить. Он полагал, что в режиме скрытого дыхания ему будет под силу совладать с ее силой. Кто ж знал, что эти нити будут как живыми. Стоило ему потянуть за одну, как это сразу же спровоцировало всю сеть, что полностью овивало его тело. Избавиться от зеленой нити лишь с помощью грубой силы было бредовой идеей. И единственное, чего можно было добиться, это разорванной плоти и литров потерянной крови. До потери сознания, как только вышло время использования режима скрытого дыхания, и Ченьму вернулся в обычное состояние, его накрыло волной боли, и он потерял контроль над восприятием. Однако не успел он полностью осознать наступившую агонию, тотчас отключившись. Осмотрев себя, Ченьму увидел, что рана на левом предплечье уже затянулась. Он сильно удивился подобной регенерации. Сули Ачироу аккуратно, почти бесшумно, зашла в комнату и, увидев, что Ченьму уже очнулся, не смогла сдержать изумленного вскрика. Ты очнулся? Ага, кивнул Ченьму и усмехнулся, тысяча благодарностей за помощь, боюсь, без этого у меня было бы много проблем. Сули Ачироу смутилась. Я всего лишь помогла с заживлением раны. К сожалению, я так и не разобралась с этим паразитом зеленой нитью. Она с сожалением взглянула на Ченьму, но в душе она немного успокоилась. Юноша практически пришел в норму, и этого было вполне достаточно. Однако, посмотрев в лицо парня, и вновь увидев его болезненное и безэмоциональное лицо, девушку объяла тревога. Уловив ее страх, Ченьму успокоил ее. Ничего страшного, всему свое время. Я уже могу вылезти? Еще раз внимательно осмотрев тело Ченьму, она слегка покраснела, но ей удалось скрыть свое смущение. Через минуту Сули Ачироу встала и, полностью выпрямившись, с милой улыбкой сказала. Рана уже срослась, можно вылезать. Услышав это, Ченьму без лишних слов ловко закинул ногу на край стеклянной ванной колбы и выпрыгнул наружу. Заставив Сули Ачироу, которая собиралась помочь ему, застыть в недоумении, она не ожидала от него подобной прыти, ведь только недавно он был полностью истощен. Перепроверив свои вещи, Ченьму окончательно успокоился. Начав одеваться, он будто и не чувствовал, что в комнате есть кто-то еще. Сули Ачироу открыла рот, чтобы что-то сказать, но так и застыла и, окончательно залившись краской, и резко развернулась. Прикрепив на ручей полностью одевшись, Ченьму будто вновь стал простым, невзрачным парнем. Но Сули Ачироу больше не могла думать о нем как о простом парне. Как может юноша, что без каких-либо эмоций вскрыл себе предплечье, быть заурядным? Нет никого, кроме нее, кто так ясно ощутил его незаурядность. Смотря на его лицо, Сули Ачироу никак не могла связать его с тем безразличным и аномально спокойным парнем, который спас ее от слияния восприятий. На нее нашло ощущение, что это были совершенно разные люди. Будто Ченьму пережил какую-то загадочную трансформацию. Только что же могло привести к таким сильным изменениям? Благодаря этому, образ Ченьму в ее душе покрылся еще большей завесой тайны. Лицо Сули Ачироу покраснело, румянец с поразительной скоростью залил все ее лицо до мочек ушей. Девушка изо всех сил прикусила пухлые губы и заставила себя успокоиться. Когда Сули Ачироу дошла до двери, она уже полностью контролировала свое выражение лица. Открыв дверь, Ченьму увидел Лусяру, все так же играющую с маленькой девчонкой. Глава 226. Начало разговора увидев Ченьму, Лусяру поспешила в его сторону. Два дня назад Сули Ачироу сказала ей, что парень ранен и ему требуется лечение. Все это время она находилась здесь. Что касается травмы, Сиару не сомневалась в ее серьезности. Уже то, что Ченьму прихватив ее, поспешил к известному им врачу, заставляло задуматься о подобном. Зачем бы еще ему это понадобилось? К тому же, он искал заклинателя медика исключительно высшей категории. Но как бы там ни было, она также прекрасно помнила и о своем положении. Ей не стоит открывать рот и озвучивать свое мнение о подобных вещах. Все, что ей оставалось, это ждать. Попутно она также старалась развлечь бедную девочку. Когда Ченьму вновь появился перед ее глазами, Лусяру, наконец, могла вздохнуть с облегчением. Сейчас ее жизнь находится в руках этого юноши, если с ним что-то случится, то ее участь окажется немногим лучше. Благодаря своему большому опыту, Сяру была далека от девичьей наивности. На ее жизненном пути встречались разные люди, что наделило ее определенной долей цинизма. Пребывая в плену, нечему радоваться, однако, к счастью, этот парень оказался весьма неплохим человеком. Настолько, что в случае полного послушания ее жизнь не только не будет подвергаться страданиями, но и возможно она даже сможет получить выгоду от подобного, вынужденного пленения. Ведь если так подумать, знания о картах в основном передаются лишь учителями своим ученикам, во всяком случае уж точно никто не спешит делиться ими с первыми случайными встречными. У Лусяру получилось посвятить несколько дней на тренировку по освоению карты акустического луча. Ченьму указал путь, по которому ей следует двигаться, каких же успехов она на нем добьется, теперь зависит лишь от ее старательности и таланта. Тем не менее, результаты уже были очевидны, даже спустя такое короткое время она чувствовала, что ее боевая мощь значительно возросла. Люди ее сорта, испытывавшие за свою жизнь путь тягот и лишений, смотрят на жизнь с весьма прагматичной точки зрения. Для нее, например, в мире не было ничего, что заслуживало бы большего доверия, чем деньги, власть и реальная сила. «Я немедленно свяжусь с тобой, если у меня появятся какие-то новости», – произнесла Сули Ачирау с улыбкой на лице. Она скромно мялась на пороге своего кабинета, держа свои руки в карманах медицинского халата. Ее улыбка, ее выражение лица, девушка оказалась такой же приветливой, как и обычно, однако Лусяру, глянув на нее, слегка удивилась. «У меня ощущение, как будто в ней что-то изменилось». Пронеслось у Лусяру в голове, однако присмотревшись она не смогла понять, что именно, да и то чувство уже исчезло. «Неужели мне показалось?» – задалась она вопросом. Обычно, ей без особых проблем удавалось прочитать человека, во всяком случае, такие ситуации случались крайне редко. Тем не менее, подумав об этом еще пару секунд, она решила выкинуть это из головы. Чиньму кивнул Сулиачироу в ответ. «Тогда не буду больше тебя беспокоить», – произнес он и повернулся, чтобы, наконец, уйти, как вдруг остановился, будто о чем-то вспомнив. Состряпав на лице выражение неловкости, он вновь обратился к заклинательнице-медику. «Я же еще не заплатил». На сей раз Лусяру с изумлением посмотрела уже на юношу. По ее мнению, Чиньму и Вая оба относились к бесчувственным людям, из которых слова лишнего не вытянешь. Всегда равнодушные, словно и не испытывают эмоций вовсе. Не смеются. Убивают и глазом не моргнув. Проще говоря, для нее они были мясниками, все равно что машинами для убийств, а не нормальными людьми. Но, боже мой, что она видит. Лусяру никак не могла поверить своим глазам, ее удивление буквально вываливалось наружу. Она уже и не надеялась увидеть на лице Чиньму выражение, наполненное такой нежностью и симпатией к собеседнику. Рот Лусяру медленно, но широко раскрылся, на лице проступило еще большее изумление. Глаза забегались Чиньму на Сулиачироу и обратно, туда-сюда. Неужели между этими двумя что-то произошло? Родившись, эта мысль неудержимо захватила все сознание Лусяру. Чем больше она думала об этом, тем более очевидным ей это казалось. Прежде она еще ни разу не видела Чиньму таким. Она еще раз оценивающе рассмотрела заклинательницу перед собой. Несмотря на то, что ее нельзя было назвать потрясающе красивой из-за своего милого характера, эта девушка нравилась даже ей. Сулиачироу все с той же улыбкой помотала головой из стороны в сторону. И не нужно. Как я могу просить денег, когда не смогла тебе ничем помочь? Лусяру в этот момент рассмеялась в своих мыслях. Да ладно, бесплатно? Как правило, это было распространено среди обычных врачей, однако она еще ни разу не слышала, чтобы ему следовал хотя бы один из заклинателей медиков. Так как их работа, так или иначе, тоже включает в себя использование карт, расходы были соответствующие. Поэтому ни о какой бесплатной помощи, пусть даже при нулевом результате, и речи быть не могло. Более того, Сулиачироу являлась заклинателем высшей категории, а ранг лекаря естественно также влияет на конечную стоимость предоставляемых услуг. Тем не менее, Лусяру не стала выдавать своих мыслей, и продолжила молча стоять за спиной Ченьму. О, вот как. Ченьму изобразил на лице понимание и тотчас же закивал головой, ну тогда я пошел. После этого двое покинули больницу. Сулиачироу с растерянным видом проводила взглядом их спины, даже не зная, что подумать об этом человеке. Когда Ченьму вернулся в здание небесного крыла, перед ним тут же появился почти заплаканный Буцандун. Молодой господин, как хорошо, что вы вернулись, произнес он уже охрипшим голосом. Его внешний вид оставлял желать лучшего. Глаза красные, одежда помятая и грязная, а волосы растрепаны настолько, что напоминали птичье гнездо. Оценив несчастный вид своего главного помощника, Ченьму даже слегка испугался, что стряслось. Неужели во время его отсутствия приходили какие-то гости, причинившие беспокойство остальным? Моя коммуникационная карта буквально разрывается от звонков. К нам поступает очень много предложений о сотрудничестве. Услышав, что проблема заключается в деятельности компании, Ченьму тут же расслабился и поспешил перебить Буцандуна. «Веди дела агентства так, как считаешь нужным», — произнес он, попутно заходя в свой кабинет и захлопнул дверь. Лицо Буцандуна исказилось в удивленной гримасе, будто бы он съел что-то очень горькое. Он только и сделал, что пробормотал себе под нос. И все. Ну что за человек? Посидев немного в размышлениях, Ченьму осознал, что ему некомфортно. Сейчас это здание находилось все равно что в аварийном состоянии, и находится в нем было крайне опасно. Поколебавшись минуту, он все же решил позвать к себе Буцандуна. Возложил эту проблему ему на плечи, а потом прогнал его. Сам же Буцандун почувствовал себя еще более угнетенным от этого. У него и так хватало проблем, а теперь еще и это, что он еще мог испытывать по этому поводу. Тем не менее, Ченьму совершенно не обратил внимания на его жалобы. Захватив с собой Лусяру, он снова вышел на улицу. Куда пойдем? Как бы невзначай поинтересовалась пленница. Прикупить кое-что. Кое-что, Лусяру не смогла прикинуть, о чем конкретно идет речь и решила больше не думать об этом. Отгадания все равно нет никакой пользы. Увидев Ченьму, Лусяру поспешила в его сторону. Два дня назад Сулиачерау сказала ей, что парень ранен и ему требуется лечение. Все это время она находилась здесь. Что касается травмы, Сяру не сомневалась в ее серьезности. Уже то, что Ченьму прихватив ее, поспешил к известному им врачу, заставляло задуматься о подобном. Зачем бы еще ему это понадобилось? К тому же, он искал заклинателя медика исключительно высшей категории. Но как бы там ни было, она также прекрасно помнила и о своем положении. Ей не стоит открывать рот и озвучивать свое мнение о подобных вещах. Все, что ей оставалось, это ждать. Попутно она также старалась развлечь бедную девочку. Когда Ченьму вновь появился перед ее глазами, Лусяру, наконец, могла вздохнуть с облегчением. Сейчас ее жизнь находится в руках этого юноши, если с ним что-то случится, то ее участь окажется немногим лучше. Благодаря своему большому опыту, Сяру была далека от девичьей наивности. На ее жизненном пути встречались разные люди, что наделило ее определенной долей цинизма. Пребывая в плену нечему радоваться, однако, к счастью, этот парень оказался весьма неплохим человеком. Настолько, что в случае полного послушания ее жизнь не только не будет подвергаться страданиями, но и возможно она даже сможет получить выгоду от подобного, вынужденного пленения. Ведь если так подумать, знания о картах в основном передаются лишь учителями своим ученикам, во всяком случае уж точно никто не спешит делиться ими с первыми случайными встречными. У Лусяру получилось посвятить несколько дней на тренировку по освоению карты акустического луча. Ченьму указал путь, по которому ей следует двигаться, каких же успехов она на нем добьется, теперь зависит лишь от ее старательности и таланта. Тем не менее, результаты уже были очевидны. Даже спустя такое короткое время она чувствовала, что ее боевая мощь значительно возросла. Люди ее сорта, испытывавшие за свою жизнь путь тягот и лишений, смотрят на жизнь с весьма прагматичной точки зрения. Для нее, например, в мире не было ничего, что заслуживало бы большего доверия, чем деньги, власть и реальная сила. «Я немедленно свяжусь с тобой, если у меня появятся какие-то новости», — произнесла Сулия Чераус улыбкой на лице. Она скромно мялась на пороге своего кабинета, держа свои руки в карманах медицинского халата. Ее улыбка, ее выражение лица, девушка казалась такой же приветливой, как и обычно, однако Лусиару глянув на нее слегка удивилась. «У меня ощущение, как будто в ней что-то изменилось». Пронеслось у Лусиару в голове, однако присмотревшись она не смогла понять, что именно, да и то чувство уже исчезло. «Неужели мне показалось?» — задалась она вопросом. Обычно, ей без особых проблем удавалось прочитать человека, во всяком случае, такие ситуации случались крайне редко. Тем не менее, подумав об этом еще пару секунд, она решила выкинуть это из головы. Ченьму кивнул Сулия Черау в ответ. «Тогда не буду больше тебя беспокоить», — произнес он и повернулся, чтобы, наконец, уйти, как вдруг остановился, будто о чем-то вспомнив. Состряпав на лице выражение неловкости, он вновь обратился к заклинательнице-медику. «Я же еще не заплатил». На сей раз Лусяру с изумлением посмотрела уже на юношу. По ее мнению, Ченьму и Вая оба относились к бесчувственным людям, из которых слова лишнего не вытянешь. Всегда равнодушные, словно и не испытывают эмоций вовсе. Не смеются. Убивают и глазом не моргнув. Проще говоря, для нее они были мясниками, все равно что машинами для убийств, а не нормальными людьми. Но, боже мой, что она видит. Лусяру никак не могла поверить своим глазам, ее удивление буквально вываливалось наружу. Она уже и не надеялась увидеть на лице Ченьму выражение, наполненное такой нежностью и симпатией к собеседнику. Рот Лусяру медленно, но широко раскрылся, на лице проступило еще большее изумление. Глаза забегались Ченьму на Сулиачерау и обратно, туда-сюда. Неужели между этими двумя что-то произошло? Родившись, эта мысль неудержимо захватила все сознание Лусяру. Чем больше она думала об этом, тем более очевидным ей это казалось. Прежде она еще ни разу не видела Ченьму таким. Она еще раз оценивающе рассмотрела заклинательницу перед собой. Несмотря на то, что ее нельзя было назвать потрясающе красивой из-за своего милого характера, эта девушка нравилась даже ей. Сулиачерау все с той же улыбкой помотала головой из стороны в сторону. И не нужно, как я могу просить денег, когда не смогла тебе ничем помочь. Лусяру в этот момент рассмеялась в своих мыслях. Да ладно, бесплатно. Как правило, это было распространено среди обычных врачей, однако она еще ни разу не слышала, чтобы ему следовал хотя бы один из заклинателей медиков. Так как их работа, так или иначе, тоже включает в себя использование карт. Расходы были соответствующие, поэтому ни о какой бесплатной помощи, пусть даже при нулевом результате, и речи быть не могло. Более того, Сулиачерау являлась заклинателем высшей категории, а ранг лекаря естественно также влияет на конечную стоимость предоставляемых услуг. Тем не менее, Лусяру не стала выдавать своих мыслей, и продолжила молча стоять за спиной Чиньму. О, вот как. Чиньму изобразил на лице понимание и тотчас же закивал головой. Ну тогда я пошел. После этого двое покинули больницу. Сулиачерау с растерянным видом проводила взглядом их спины, даже не зная, что подумать об этом человеке. Когда Чиньму вернулся в здание небесного крыла, перед ним тут же появился почти заплаканный Буцандун. Молодой господин, как хорошо, что вы вернулись, произнес он уже охрипшим голосом. Его внешний вид оставлял желать лучшего. Глаза красные, одежда помятая и грязная, а волосы растрепаны настолько, что напоминали птичье гнездо. Оценив несчастный вид своего главного помощника, Чиньму даже слегка испугался. Что стряслось? Неужели во время его отсутствия приходили какие-то гости, причинившие беспокойство остальным? Моя коммуникационная карта буквально разрывается от звонков. К нам поступает очень много предложений о сотрудничестве. Услышав, что проблема заключается в деятельности компании, Чиньму тут же расслабился и поспешил перебить Буцандуна. Веди дела агентства так, как считаешь нужным, произнес он, попутно заходя в свой кабинет и захлопнул дверь. Лицо Буцандуна исказилось в удивленной гримасе, будто бы он съел что-то очень горькое. Он только и сделал, что пробормотал себе под нос. И все. Ну что за человек? Посидев немного в размышлениях, Чиньму осознал, что ему некомфортно. Сейчас это здание находилось все равно, что в аварийном состоянии, и находится в нем было крайне опасно. Поколебавшись минуту, он все же решил позвать к себе Буцандуна. Возложил и эту проблему ему на плечи, а потом прогнал его. Сам же Буцандун почувствовал себя еще более угнетенным от этого. У него и так хватало проблем, а теперь еще и это, что он еще мог испытывать по этому поводу. Тем не менее, Чиньму совершенно не обратил внимания на его жалобы. Захватив с собой Лусиару, он снова вышел на улицу. Куда пойдем? Как бы невзначай поинтересовалась пленница. Прикупить кое-что? Кое-что? Лусиару не смогла прикинуть, о чем конкретно идет речь и решила больше не думать об этом. Отгадания все равно нет никакой пользы. Глава 227. Конец разговора. С той стороны приняли вызов. Двое людей уже вплотную прижались к третьему. Все были взволнованы до предела. Но, несмотря на это, Усач все же не потерял самообладание и не стал говорить первое, что пришло ему в голову. Вместо этого он решил немного помолчать. Обычный человек, услышав тишину после принятия вызова, должен спросить примерно следующее. Алло, кто это? Казалось бы, маленькая деталь, но Усач знал. Детали очень важны. Именно они должны поспособствовать ему захватить инициативу в этом разговоре, помочь раскусить человека на том конце, к тому же это также позволит ему продумать дальнейшую стратегию для этого диалога. Однако, к его удивлению, в ответ они услышали такую же тишину. Другая сторона тоже молчала. Подождав для верности еще секунды две или три, Худзый убедился, что его план полностью провалился. Тем не менее, его задача не изменилась. Требуется установить контакт с целью любыми способами. И, хотя случилось то, чего он совсем не ожидал, это не заставило его растеряться. «Здравствуйте», — вежливо произнес он спокойным тоном, стараясь скрыть свое возбуждение. Хьюга и Сямань позади него нахмурились. После слов их товарища послышались помехи на линии. Хотя они не надеялись, что, услышав этого человека, им удастся выследить его по голосу, однако же, любой звук — это тоже информация. А опираясь на свой прошлый опыт, эти двое знали, любая информация может быть полезной. Донесшиеся до них шумы оказались очень сильными, так что голос собеседника, скорее всего, будет сильно искажаться. Теперь оставалось только надеяться, что эта коммуникационная карта действительно работает, и разговор все-таки состоится. «Кто ты?» Послышалось в ответ. Из-за помех можно было лишь понять, что это мужчина, и что он очень насторожен. Когда Чиньму принял вызов, он тут же догадался, что пришел тот не на обычную коммуникационную карту, а на карту Тысячили. Именно поэтому до этого от него не было слышно ничего, кроме молчания. Единственный, кто мог вызывать его по этой карте, — это народ Моце из подземного города. Но это точно были не они, как он мог не насторожиться от этого. Благодаря бойнеустроенной корпорации Чжанчжау, Чиньму уже понял, какой драгоценностью он обладает. Только вот он совершенно не ожидал, что кому-то удастся выйти на него таким образом. Ха-ха. Прошу не переживайте, я не желаю вам зла. Я, в шуточной манере, начал усачь, пытаясь сбить нервозность собеседника. Сбоку от него уже появился световой экран, на котором показывалось красное пятно и зеленая точка. Точка указывала их координаты, а красное пятно представляло из себя ориентир к месторасположению цели. Они могли видеть лишь направление, где она находится, и сколько приблизительно до нее расстояния. Хьюга и Сямань, переглянувшись, тут же принялись высчитывать по карте города, место, где предположительно находится собеседник усача. Попутно Хьюга кивком головы, также указал ему максимально потянуть время. Если есть что сказать, говори, нахмурился Чиньму. Смутно ощутив опасность от всего происходящего, он сам того не замечая перешел на тон, который использует Вэя. Стоявшая рядом Лусиару, заметив изменения в своем спутнике, напустила на себя задумчивый вид. Этот парень обладал весьма спокойным нравом. По правде говоря, она еще никогда не встречала молодых людей, похожих на Чиньму. Чаще всего по его лицу можно было сказать лишь то, что он находится в полном спокойствии или же сконцентрирован на чем-то. Такие эмоции, как радость или гнев, юноша вообще почти не показывал. Лусиару не знала причин подобному поведению, а спрашивать об этом было слишком рискованно. Ненужные вопросы могут спровоцировать гнев, так что она решила просто смириться с этим. Интересно, что же все-таки заставило его так напрячься. Видимо, тон Вэя сработал. Другая сторона вновь замолчала. Усач тяжело вздохнул. А с этим человеком будет весьма непросто. Собеседнику не хватило терпения, чтобы дослушать его, так что вполне вероятно, если он сейчас же не предложит что-то существенное, тот не будет долго думать и вскоре разорвет соединение. Но Сиамани Хьюга все еще проводит расчеты. Усач мельком глянул на них и слегка заскрежетал зубами. Позвольте поинтересоваться. Эта технология связи, что находится в ваших руках, она продается. Назовите свою цену. За деньги, или в обмен на что-то, или любой другой способ продажи, мы готовы обсудить любое ваше предложение. Откуда вы про нее узнали? Мы узнали о ней случайно, от корпорации Чжанчжау. Непринужденно ответил Худзе и вновь бросил взгляд на своих товарищей, однако его рот не останавливался. Пожалуйста, поверьте мне, я говорю правду. Мы обдумывали разные варианты связи с вами, когда получили информацию о волновом диапазоне, что вы используете. После этого у нас получилось создать специальную карту, по которой мы и дозвонились до вас. Вы даже не представляете, как я счастлив, что у нас все получилось. Услышав это объяснение, Чиньму сразу же собрал всю картину перед своими глазами. Тем временем, Хьюго с Сиамань закивали головами, глядя на карту, на которой они только что отметили красным цветом один из кварталов города Лаю. Не тратя больше ни секунды на промедление, двое тут же выскочили за дверь. Хьюго лишь успел на ходу показать Усачу свой большой палец, который сменился указательным, направленным на наручи с активированной коммуникационной картой. Тем самым он дал понять своему товарищу, все идет по плану, продолжая в том же духе, мы скоро будем на месте. Усач улыбнулся, слегка кивнул головой и продолжил в том же ритме. У нас нет дурных намерений. Как мне кажется, вы и сами догадываетесь, насколько ценной информацией обладаете. Наша организация обладает большим влиянием. Во всей Федерации, с ней, в этом плане, могут сравниться лишь единицы. Поэтому мы способны решить любую проблему, которая у вас, возможно, имеется. В ваши распоряжения также могут перейти миллиарды из наших средств. Если вас интересуют материалы, то мы способны предоставить самые ценные виды, в огромном количестве. Если вы любите коллекционировать, то у нас вы сможете найти самые редкие и дорогие вещи. Чиньму вдруг осознал, что его сердце затрепетало. Услышав, на что готова другая сторона ради получения этой технологии связи, можно было не сомневаться. Они очень страстно ее хотят. А для него же это было просто средством общения с Альфонсо и остальными деревенскими. Отдай он ее им, ничего не потеряет. О подземном городе тоже никто ничего не узнает. У него уже имелось несколько задумок, как решить этот вопрос. Ему нужны деньги. Нужны материалы. Много материалов. Не стоит забывать и о полноценной мастерской создателя. Черт, было бы совсем неплохо. Наконец, пройти систематическое обучение. Стоит только продать эту технологию, и все это окажет у него под рукой. Как Чиньму мог не испытать трепет из-за этого? Его собеседник продолжал говорить, но Чиньму уже не слушал. Спокойствие. Возьми себя в руки. Сказал он сам себе. Несмотря на богатый жизненный опыт в столь юном возрасте, Чиньму, все же, впервые столкнулся с таким большим искушением. Все, о чем он всегда мечтал, вдруг оказалось так близко, на расстоянии вытянутой руки. Это сбило его с колеи. Как-никак ему всего лишь 18 лет. Но, сделав глубокий вздох, он тут же принялся очищать свой разум. Худзе в этот момент, услышав, как его собеседник втягивает воздух, улыбнулся еще шире. Соблазнение удалось. Да кто вообще устоит перед такими цифрами? Ему нравилось это чувство. Сбить с толку человека, бравируя своим богатством, что может быть лучше. Тем не менее, несмотря на гордость за свой успех, он ни в коем случае не собирался останавливаться. Его задача заключалась в том, чтобы потянуть время, пока Хьюга и Сямань не поймают этого человека. В том же, справятся ли они, усач не сомневался. Пожалуй, сейчас этих двоих способна остановиться только большая группа противников. К тому же, Хьюга со своими чрезвычайно обостренными органами чувств способен отыскать иголку в стоге сена. Главное, чтобы они успели вовремя. В таком случае, цель даже улететь не сможет. Ченьму, наконец-то, полностью успокоился. Этот сладкий плод и вправду выглядел очень заманчиво, однако после оценки ситуации на трезвую голову, стало вполне очевидно, что откусить он его все равно не сможет. Более того, положение вещей, связанное с этой технологией связи, стало теперь казаться Ченьму еще опаснее. Богатство человека, вызывающее зависть у остальных, его погибель. Разве мало он видел подтверждений этой формули? Возможно ли такое, чтобы один отдельный человек разговаривал с большой организацией на равных? Конечно же, нет. Когда другая сторона узнает всю его подноготную, у них найдется достаточно способов заставить его подчиниться своей воле. Финал всего этого даже представить страшно. Только подумав об этом, Ченьму встрепенулся, вся его спина вмиг оказалась мокрой. Осознав ключевую проблему, преграждающую ему путь к богатству, он тут же задумался. Этот человек бросает мне приманку за приманкой, словно-словно хочет потянуть время. Но для чего бы ему это делать? Ченьму внезапно ощутил, как ледяной ужас охватил его сердце. Не тратя большие секунды времени, он разорвал соединение, нажав на наручих кнопку деактивации. Если другая сторона тянет время, это может означать только одно. У них имеется не только средство для связи с ним, но и способ, чтобы выследить его месторасположение. Но что конкретно представляет из себя этот способ? Ченьму не мог знать ответа на этот вопрос. Его лицо помрачнело, а взгляд стал максимально серьезным. Незаметно, словно невзначай оглядевшись по сторонам, он почти шепотом обратился к своей спутнице. Уходим. Не успело это слово полностью вылететь из его уст, как он уже поднялся в воздух. Лусяру широко раскрыла глаза от удивления, но не растерялась и постаралась его нагнать, после чего, оценив выражение лица Ченьму, с волнением продолжила лететь почти вплотную к нему. Ченьму летел весьма беззаботно, казалось, что сложный ландшафт города совсем не доставляет ему трудностей. Высота их полета становилась все ниже, пока они не начали почти касаться земли. Лусяру при этом, конечно же, стала выглядеть весьма напряженной. Высокий полет не доставлял ей никаких забот, но такой. Заметив эту проблему, Ченьму моментально сделал выводы. Он протянул руку и, схватив девушку, притянул ее к себе. Таким образом, как ни в чем не бывало, держа на руках человека, он растворился среди толпы на улице. Как раз в этот момент, Хьюго и Сиамань прибыли в нужный им квартал города. Вокруг имелась куча высоких зданий, еще больше торговых центров, а под ногами целый муравейник шагающих по тротуару людей. Мимо проносились летающие челноки или другие заклинатели. Лица двух людей, оглядывающихся по сторонам, демонстрировали озадаченность. Это же самая оживленная торговая улица города. Однако, на что они надеялись, что их цель будет настолько беззаботна. Зря только спугнули, теперь выследить этого человека будет еще сложнее. Неужели придется вновь вернуться к надеждам касательно корпорации Чжанчжоу? В глазах Хьюго промелькнуло беспокойство. Глава 228. Пригласительный билет Бу Цандун отлично справлялся со своими прямыми обязанностями и без труда арендовал новое офисное здание. Высотой в пять этажей оно терялось среди упирающихся в облака небоскребов, но для малочисленного штата Небесного Крыла этого было более чем достаточно. Новое здание принадлежало фирме по производству карточных механизмов, и изначально собственники не соглашались сдавать его в аренду. Но как только они узнали, что новый арендатор является управляющим Небесного Крыла, они без колебаний согласились на сделку, с надеждами на то, что Бу Цандун изволит произвести для них рекламные магические карты по сговорной цене. Изначально Бу Цандун даже не обратил внимания на эту пятиэтажку, ведь Небесное Крыло уже являлось достаточно крупным агентством, разве оно может разместиться в подобном неприметном здании? Но ничего не поделать, все пустые строения высотой более десяти этажей в городе уже были сданы в аренду. И уже не важно, что изначально он собирался арендовать пару этажей в крупном офисном центре, похожем на башни близнецы корпорации Чжанчжоу. Ему хотелось работать в престижном, светлом, просторном и вместительном помещении, а огромные небоскребы славились всеми этими параметрами. Хватило бы даже трех этажей подобного здания, и он бы уже с удовольствием согласился на сделку. Но этим мечтам Буцандуна не было суждено реализоваться, главным образом по другой причине. Начальник не хотел с кем-либо делить рабочие пространства, и поскольку мнение босса было для него намного важнее собственных предпочтений, он остановил свой выбор именно на этой пустой пятиэтажке. Как только Буцандун вспоминал о том, как процветает Небесное Крыло, как тут же проникался уважением и трепетом к своему начальнику, и не важно, что тот был слишком уж молод. Эти мысли также наполняли мужчину порцией рабочего энтузиазма, ведь его благополучие напрямую зависело от положения дела организации, а дела Небесного Крыла в определенной степени зависели и от него самого. Ему повезло, что собственники нового дома Небесного Крыла следили за чистотой и порядком в давно пустующем здании, именно поэтому они могли въезжать хоть сейчас, и не теряя времени, Буцандун сразу же после подписания договора об аренде организовал переезд в новый офис. Первый этаж здания был обустроен под выставочный павильон, где демонстрировались достижения Небесного Крыла. Естественно, рекламная продукция, созданная для корпорации Чжанчжоу, поместили на самом видном месте. Теперь она являлась визитной карточкой агентства. На втором этаже организовали склад, а на третьем и четвертом офисное пространство, а мансарда пятого этажа была предназначена для главы организации. Все внимательно подготовившие и предусмотревшие Буцандун пригласил босса принять новое здание. Через некоторое время, Чиньму с красавицей секретаршей уже прибыли в новый дом Небесного Крыла. Мрачный вид Чиньму испугал Буцандуна до полусмерти. Мужчина низко опустил голову. Атмосфера стала для него такой напряженной, что он даже не осмеливался вздохнуть. Его сердце разрывалось от неопределенности. Я что-то сделал не так, терзал себя Буцандун, но взглянув на прекрасную секретаршу, только увидев ее изучающий окружение взгляд, он немного расслабился, его душевное состояние пришло в равновесие, а движения стали более непосредственными. Босс с невозмутимым видом прошел мимо, а оставшиеся позади него управляющие секретарь не посмели поинтересоваться его мнением и мыслями о новом помещении. Да и во всем здании никто не осмеливался произнести и звука, босс не в духе. Достигнув своего офиса, Чиньму сел в кресло и погрузился в размышления. Нужно что-то делать со своей жадностью. Корил себя Чиньму за то, что он чуть было не соблазнился на щедрую приманку. Хорошо, что хоть не возникло других проблем при побеге, утешал он себя. Чиньму считал, что был достаточно стойк к подобным соблазнам и с легкостью сможет противостоять искушению деньгами. Однако чуть было не попался на удочку. По дороге до офиса ему так настойчиво пытались дозвониться, что он не выдержал и просто-напросто, без опаски и всяких мер предосторожности активировал карту Тысячили. Что удивительно, даже при неактивированной коммуникационной матрице входящий звонок все же был принят. По-видимому, на короткой дистанции связь по карте может осуществляться и без коммуникационной карты. Однако осталось неизвестным главное, с какой карты в конце концов звонили, и чем она отличалась от карты Тысячили. Чиньму отвлекся от всех размышлений и, взглянув на взволнованное лицо Буцандуна, похвалил его за работу. «Да, мне нравится это здание. Если это все, можешь идти работать». У Буцандуна будто камень с души упал, он смиренно произнес. «На первом этаже нашего старого здания уже вывесили объявление о переезде на новый адрес. Если кому-то понадобится с нами связаться, они легко смогут найти нас». Чиньму терзал себя мыслью об отлучившемся по неизвестным причинам В. Когда он вернется, а вернется он определенно в старое здание, как он нашел бы их новый офис. Но теперь, благодаря превосходной работе Буцандуна, можно было не беспокоиться по этому поводу, что не могло не радовать. «Очень хорошо. В скором времени у нас, скорее всего, появится много дел. На тебе все организационные вопросы. Я уверен, что ты сделаешь все в лучшем виде. Все решения по заказам на сумму менее 3 миллионов Ади также оставляю на тебе. И, секунду поколебавшись, Чиньму добавил, вы все отлично поработали. Начиная с этого месяца вас ожидает увеличение зарплаты. Всем на 15%, тебе лично на 20%. Мы все хорошо поработали, и я надеюсь эта тенденция сохранится». Буцандун сильно обрадовался этой новостью и принялся благодарить босса. Махнув рукой, Чиньму отпустил его работать. Как только он вышел, Чиньму вновь впустился в размышления. Оказывается, карта 1000 или несет для него опасность. Непрерывно перебирая пальцами карту, он напряженно думал. Затем, спустя некоторое время, убрал карту в мешочек для карт. Не стоит ее использовать хотя бы некоторое время. Поскольку он сам создал карту 1000 или, он прекрасно понимал принцип ее работы и осознавал все ее слабые стороны, которые сам же допустил. Но теперь эти упущения принесли ему порцию непредвиденных проблем. Кто мог предположить, что простая коммуникационная карта вызовет подобный интерес? Карта нуждается в усовершенствовании, и улучшить ее в силах самого Чиньму. Но не в ближайшее время. На данный момент нужно повременить с этим вопросом. Лусяру молча стояла в стороне. Ее сердце было наполнено искренним непониманием. За эти несколько дней она еще больше изучила характер руководителя. Чиньму был не любителем конфликтов. Это и кое-что еще она уяснила из сегодняшнего разговора Чиньму. До сегодняшнего дня она смутно понимала, из-за чего произошло то страшное сражение. Но во время недавнего разговора Чиньму по коммуникационной карте, ее вдруг осенило. Оказывается, эта безделица была настоящим сокровищем. В секунду, когда она подслушала предложенную Чиньму сделку, ей хотелось дать согласие на продажу этой штуковины вместо Чиньму. Несколько миллиардов Ади. Даже не представить, насколько это много. Лусяру не могла поверить, что Чиньму отказался. К тому же из слов собеседника было понятно, что он готов пойти на уступки в цене. Эта ситуация ставила девушку в ступор. Но Чиньму даже не стал обсуждать возможность ее продажи, а просто выключил наручи. Такого нелогичного отказа девушка не могла понять и сначала даже хотела переубедить босса, но только посмотрев на его мрачный вид, остаток сознательности ей подсказал, лучше придержать язык за зубами. Но сейчас она подумала и осознала, что за этакой невероятно удачной сделкой определенно скрывается большая опасность. После этого разговора она стала еще больше восхищаться Чиньму, такой молодой, кажущейся неопытным, парень смог устоять перед таким большим соблазном. Великолепные навыки полета, которые он продемонстрировал после, удивили ее не так сильно, как его моральные качества, ведь морально целостный человек встречается гораздо реже умелого заклинателя. А если мыслить еще шире, то быть под началом такого сильного человека для ее личного развития будет огромным преимуществом. К тому же и как начальник он был совсем неплох, без странных увлечений, за все время ни разу к ней не приставал. Это даже поражало Лусиару. Если бы не та битва, она бы и вовсе подумала, что он не интересуется женщинами. В тот день она продемонстрировала один из самых своих изощренных приемов соблазнения. Тогда Чиньму все же проявил слабости, увидев Лусиару обнаженной, выдал свое местоположение, что говорило о том, что он, в конце концов, мужчина и обладает некоторыми слабостями. Но за все это время он не проявил к ней ни капли мужского интереса. Неужели она теряет свое очарование? Не поймешь, что у него на уме. Чиньму даже не подозревал о том, что за мыслью крутится в голове у Лусиару, его занимала другая проблема. Дверь в кабинет открылась, вошел Бу Цандун, а за ним никому не знакомый гость. Начальник — это господин Фей из корпорации Чжанчжоу. Только Бу Цандун представил гостя, как Чиньму невольно сщурил глаза, а Лусиару немного затрясло. Чиньму внимательно изучал чужака. Это был парень 20 лет, аккуратно одетый и обладающий лицом, выражающий почтение к окружающим. Господин Фей поклонился Чиньму и вежливо произнес. Господин Цао, генеральный директор нашей корпорации, господин Рен, через три дня устраивает светский прием. Генеральный директор говорит, что ему несказанно повезло получить вашу помощь, господин Цао, и помощь всего небесного крыла. Если бы не сотрудничество с вами, последствия для нашей компании могли бы быть совершенно непредсказуемыми. Президент хотел бы лично выразить вам благодарность, а также он надеется, что вы удостоите его минуткой своего времени, договорив он с почтением протянул Чиньму светло-голубой конверт с приглашением. Приглашение от корпорации Чжан Чжоу. Это так странно. По логике, я должен быть настроен враждебно к корпорации. Но все же я взялся за их заказ, а теперь это, приглашение на светский раут. Это еще раз напомнило ему о переменчивости этого мира. Чиньму принял пригласительный билет, и молодой человек сразу же откланился. Бу Цандун поспешил проводить его к выходу. Не поворачивая голову, спокойным тоном Чиньму произнес. Он тебя не узнал? Лусяру вполне уверенно ответила. Определенно нет. Его лицо мне совсем не знакомо. Он наверняка один из простых служащих корпораций Чжан Чжоу. Мало кто знает о нашем существовании. К тому же наши лица всегда были замаскированы. Даже Цань Миньи в непосредственной близи вряд ли смог бы нас узнать. По тону ее речи чувствовалось, что она невероятно гордится своими навыками макияжа и маскировки. Понимающий кивнув, Чиньму поднял пригласительный билет над головой и помахал им из стороны в сторону. Что ты думаешь об этом? Светло-голубой билет был довольно простым, но весьма изысканным, а на ощупь крайне приятен. На нем просматривались водяные знаки, что говорило о важности мероприятия и о том, что приглашающая сторона побеспокоилась о безопасности. Лусяру ответила не сразу. Она понимала, что такое приглашение является очень хорошей возможностью проявить себя, получить уважение в высших кругах и, следовательно, более высокий статус для себя. Поколебавшись, она ответила. Я не думаю, что они делают это из плохих намерений. Рен Ван Чжау каждый год устраивает как минимум один или два торжественных приема и приглашает на них всех уважаемых особ города Лаю. Он использует такие мероприятия для установления и укрепления полезных связей, и, я думаю, что Небесное Крыло своими заслугами заслужило признание со стороны корпорации. Чиньму задумался, затем одобрительно взглянул на Лусяру и промолвил. Продолжай. Воодушевленная Лусяру продолжила. Репутация Небесного Крыла очень сильно выросла за последнее время, но для нас этого все равно недостаточно. Нам следует расширить ассортимент предлагаемых услуг, а также укрепить нашу репутацию, чему как раз будет очень полезен этот прием. Что касается вашей персоны, я не думаю, что стоит беспокоиться о том, что вас кто-то узнает, ведь кроме меня, вас никто не видел. Многозначительно взглянув на Чиньму, она добавила еще кое-что, к тому же, чем выше ваш статус и чем больше влиятельных людей с вами в хороших отношениях, тем безопаснее становится ваше пребывание в городе. Договорив эту фразу, она замолчала, чувствуя, что уже сказала много лишнего. Но раз уж сказала, теперь оставалось только ждать реакции Чиньму. При задумавшейся Чиньму не в такт бил костяшками пальцев по столешнице, то ли размышляя над словами Лусяру, то ли думая о чем-то еще. Глава 229. Торжественный прием сев в челнок Чиньму примерил взглядом внутренний интерьер. Он, конечно, мало в этом разбирался, но даже с его опытом было несложно догадаться о роскошности данной отделки. Также этот челнок отличался от обычной двухместной модели еще и размером. Здесь он вполне мог встать во весь рост, не беспокоясь при этом, что его голова может случайно столкнуться с крышей. Большой и немного раздутый кузов стал подниматься в воздух. Делал он это очень медленно, но это не являлось случайным дефектом данного транспорта. Он совсем не сломался, просто тут работал принцип. Чем медленнее, тем безопаснее, к тому же, комфортнее. Это соответствовало вкусу богачей, а также не мешало правильной работе их желудков. Челнок принадлежал корпорации Чжанчжау. Они прислали его, чтобы забрать Чиньму на торжественный прием. Второе сидение занимал молодой человек, доставивший приглашение. Фей Чжин был достаточно почтителен при обращении к Чиньму, но оказался весьма молчаливым. Впрочем, это было скорее плюсом, чем минусом. Раскинувшись в удобном кресле, он закрыл глаза и постарался расслабиться. Минут через десять они уже прибыли на место. Сопровождаемый Фей Чжином Чиньму, наконец-то, лично узрел владельца корпорации Чжанчжау. На глаз Чиньму, его еще нельзя было назвать пожилым. Казалось, что он еще полон жизни и энергии. Из отличительного у него имелось небольшое брюхо, которое слегка выпячивало из официального костюма. Ренвин Чжау стоял на балконе, недалеко от входа и как хозяин этого вечера приветствовал всех гостей широкой улыбкой. Тут, как говорится, не увидел бы, не поверил. Этот радушный человек средних лет и есть тот самый амбициозный Ренвин Чжау, владелец корпорации Чжанчжау, что способен ради своих стремлений отдать приказ на убийство ни в чем неповинных людей. Сбоку от него также можно было заметить и Цань Минье, выглядевшего сегодня, как дворецкий. Увидев своего директора, Фей Чжин тут же подбежал к нему. После он пробормотал что-то. Айренвин Чжау, улыбнувшись еще шире, с радостными глазами поспешил спуститься вниз. Господин Цаа, я только подумал о вас и вот вы уже стоите перед моими глазами. Вы даже не представляете, как я рад, что мое желание исполнилось так быстро. Господин Цаа, вы очень помогли нам, буквально выручили, но, к сожалению, у меня не нашлось времени, чтобы отблагодарить вас лично. Примите мои самые искренние извинения. Мне очень неудобно за это. Директор Рен слишком учтив, я совсем не заслужил этого. Более того, корпорация Чжан Чжау с ее ресурсами может нанять любое рекламное агентство в городе и за его пределами, так что это я должен благодарить вас за оказанное доверие. Быстро и тактично отозвался Чиньму. Хотя он и не был осведомлен обо всех правилах этикета, но этот человек был намного старше его по возрасту, так что, даже если бы этот разговор произошел не на людях, он все равно бы не смог отреагировать иначе. Эти слова, сказанные без какого-либо высокомерия, спокойный внешний вид, все это не могло не остаться незамеченным. Рен Вин Джоу сразу же высоко оценил своего нового знакомого. Оглядев юношу с ног до головы, он продолжил. Черт бы меня побрал, а новое и вправду всегда идет на смену старому. Вы так молоды, но в вас уже чувствуется такая сила. Господин Цаа, вы намного способнее меня в вашем возрасте. Можно даже сказать, что по сравнению с вами, я в те времена, все еще не мог вылезти из песочницы. Да уж, пойдемте, я познакомлю вас со всеми. Рен Вин Джоу подружески положил свою руку на плечо Чиньму и потащил его в сторону других гостей. Многие уставились на них с нескрываемым изумлением в глазах. Рен Вин Джоу так высоко оценивает этого человека. Он, конечно, всегда старается быть вежливым с людьми, но настолько дружелюбное его отношение к кому-то, действительно большая редкость. То тут, то там стали слышаться шептания, многие уже начали выдвигать свои догадки касательно личности Чиньму. О том, что Чиньму смог очаровать хозяина вечера всего лишь своей природной скромностью, никто и не догадывался. Прошло еще несколько минут, как Чиньму вдруг услышал знакомый голос. Какой приятный сюрприз, господин Цаа. Не ожидала увидеть вас здесь. Мир и в самом деле весьма тесен. Едва ли он видел женщин грациознее, чем та, что шла сейчас в его сторону. Ты, Чиньму невольно нахмурился. Женщина в ответ улыбнулась. У остальных в зале появилось какое-то странное ощущение. Это было похоже на обман зрения. Казалось, что весь свет в помещении свелся на этих двоих. Это была никто иная, как Сямань, особа с которой он имел уже не один контакт. На ней было надето длинное черное вечернее платье, не наделенное особыми излишествами, в плане украшений, тем не менее, очень хорошего кроя. Учитывая также и шелковистую мягкую ткань, оно идеально обрисовывало формы красавицы. Белую и вытянутую шею украшало ожерелье, то и дело отражающие свет от ламп в зале. Держа в руках бокал красного вина, Сямань рассмотрела Чиньму с ног до головы кокетливым взглядом. Мисс Ю уже знакома с господином Цаа. Удивленно поинтересовался Ренвин Джоу. Я обращалась к господину Цаа с просьбой создать для меня карту, но я тогда совсем не ожидала, что это может его рассердить. Мне до сих пор очень и очень неудобно за это, как ни в чем не бывало, ответила Сямань, состряпав при этом чуть ли не детское раскаивающееся выражение лица. В сердце Ренвин Джоу почувствовал недовольство, но на его лице это никак не отразилось. Мастерство господина Цаа и вправду велико, но если мисс Ю понадобилась карта, мне сложно представить карту, ради создания которой представитель фонда ФАЯ будет искать людей на стороне. Фонд ФАЯ. Спустя 2-3 секунды полнейшей тишины, весь зал взорвался бормотанием. Это, пленяющая своей красотой женщина и вправду из этой организации, голоса становились все сильнее. Некоторые представители мужской половины собравшихся потрясли головой, прогоняя из нее бурные фантазии, касательно этой обворожительной красотки. Их словно ледяной водой окатили. Здесь не было никого, кроме Чиньму, кто не слышал бы о фонде ФАЯ. Это была организация с богатейшей историей, насчитывающей несколько сотен лет. Она одновременно обладала огромнейшими ресурсами и всегда была окружена ореолом таинственности. Около 100 лет назад эта группа людей заявила о себе, назвавшись инвестиционным фондом, и стала вкладывать большие деньги в перспективные области науки и в развитие некоторых компаний, тем самым достигнув быстрого развития. На данный момент состояние фонда достигло шокирующих масштабов, по имеющимся активам он занимал второе место в федерации после рода Лаци. Что касается таинственности, у фонда ФАЯ не было даже официального офиса. Никто никогда не видел ни одной рекламы об этой организации. Ее представители никогда не заявляли о себе публично. Тем не менее, если ты покажешься ценным для них, они обязательно выйдут на тебя. Те, кто присутствовал сегодня на этом званом вечере не относились к обычным людям и потому все имели хоть какое-то маломальское представление о фонде ФАЯ. Но что больше всего поражало этих людей, касалось совсем не богатства фонда, а его могущества. Эта организация обладала таким же влиянием, что и шесть великих учебных заведений, просто вела себя значительно скромнее. И для всех собравшихся, что преследовали цель наполнения своих карманов, данный факт был очень отталкивающим аспектом. Когда сила двух сторон, обсуждающих сотрудничество, непропорциональна, тогда и справедливости в распределении прибыли добиться становится сложнее. Но большая проблема состоит в другом, у тебя попросту не будет права выбора, если ты их заинтересуешь. Именно поэтому, многие богатеи изменились в лице, как только услышали о том, чьи интересы, представляет эта женщина. Некоторые казались теперь даже немного напуганными, а другие же, перепрыгнув пару раз глазами с Сиамань на Ренвенчжоу и обратно, вдруг изобразили на лице понимание происходящего. Чень мужа остался невозмутимым, словно разговор двух людей совершенно его не касался. Я не шучу, и это несмотря на то, что я действительно знакома с большим количеством очень талантливых создателей. И да, вы тоже абсолютно правы. В нашей организации также есть хорошие мастера, например Лэнс Рейн. Он один из немногих в федерации, кого называют истинным мастером своего дела. Но, к сожалению, его карты не подходят мне. Я уже и вправду намучилась с этой проблемой. Хорошо, хоть по прибытию в ваш город мне посчастливилось наткнуться на одну карту, которую господин Ца, по всей видимости, сделал забавы ради. Признаться честно, я оказалась очарована его пониманием энергетических конструкций, поэтому то и набралась наглости обратиться к нему со своей просьбой. Весьма беззаботно объяснилась Сиамани, бросив мимолетный взгляд на ченьму, добавила, в том, что вам, господин Рен, мое решение обратиться к господину Ца, показалось неправдоподобным, нет ничего удивительного. Молодой директор рекламного агентства очень скромен. Если бы мне случайно не попалась та карта, боюсь я бы также осталась в неведении о существовании настолько талантливого создателя, как он. Пожалуй, это было бы очень досадно. Рен Винчжоу выказал изумление на своем лице. Впрочем, не один он, его гости также всем своим видом демонстрировали свое удивление. С виду этот молодой человек выглядел весьма обычным. Исключая его интеллигентный внешний вид и приятных манер в нем, казалось, больше ничего и нет. Не считая Рен Винчжоу и Цань Миньи о нем толком, никто ничего не знал, но вдруг атмосфера вокруг ченьму стала нагреваться, люди начинали смотреть на него с все более пылающими глазами. Создатель, которого похвалил один из представителей фонда Фэя, несомненно, будет значительно талантливее обычного создателя. Многие уже стали прикидывать, как бы завести знакомство с этим таинственным господином Цаа. Только вот подобраться к человеку, который отказал кому-то из фонда Фэя, будет совсем непросто. Вдруг кто-то не стерпел и вставил свое слово. Рен Винчжоу, когда ты уже познакомишь нас со своим молодым другом. Хозяин вечера хотел было уже исправить свою ошибку, как его перебил еще один женский голос узнавший ченьму. Господин Цаа. Ченьму ошарашенно обернулся. Это Сули Ачироу. Девушка, как и прежде, предстала перед ним в своем рабочем халате заклинателя медика. Правой рукой она поддерживала какого-то старика, но все ее внимание было уделено ченьму. Казалось, она очень рада встретить его здесь. Ченьму в свою очередь потерял дар речи на несколько секунд. Кто бы мог подумать, что он встретит на этом банкете сразу двух своих знакомых. Взяв себя в руки, он постарался быть максимально дружелюбным. Привет, Сули Ачироу. Гости же вокруг в первую очередь поспешили поприветствовать человека, которого она сопровождала, и это не могло не поразить ченьму. Даже Рен Винчжоу повел себя очень учтиво с этим стариком. Он чуть ли не подбежал к нему, чтобы поздороваться. Рад видеть вас, председатель, как ваше здоровье, как у старика. Привет тебе, Атхиды. Спасибо, дядя Конг. Моя мама также просила передать вам самые лучшие ее пожелания. С этими словами старик улыбкой поприветствовал всех остальных гостей, которые в ответ почтительно закивали головами. Сули Ачироу продолжала поддерживать старика и вела себя скромно. Ее нельзя было назвать грациозной или изысканной, однако девушка все равно притягивала взгляды к своей персоне. Здравствуйте, Сули Ачироу. Сули Ачироу. Моя дочь очень часто вспоминает о вас. Если у вас появится свободное время, не могли бы вы заглянуть к нам, посмотреть на состояние ее здоровья? После того, как все поздоровались со стариком, они стали, наконец, обращать внимание и на девушку в халате. Она направилась к чиньму, любезно кивая всем в ответ, поэтому, когда они со стариком дошли, голоса толпы уже поутихли. Девушка улыбнулась и, наклонившись, прошептала что-то старику на ухо, на что тот удивленно поднял брови, а потом молча оглядел юношу с ног до головы и задумался. Окружавшие их люди снова сосредоточили свое внимание на чиньму. Глава 230 Торжественный прием Если до этого у многих еще оставались сомнения, касательно способностей этого, с виду, совсем еще зеленого юноши, то после такого внимания со стороны заклинательницы медика, все они в одночасье испарились. Учитывая похвалу от представителя фонда ФАЯ, а также его явно хорошие отношения с Сули Ачироу, скажи им сейчас, что он является заурядной личностью, они бы ни за что в это не поверили. Он быстро, с молодецкой удалью, развернулся и направился к двери, за которой исчез. Гости принялись обмениваться растерянными взглядами. Неужели этот вечер решила посетить какая-то большая шишка? Один лишь чиньму вздохнул с облегчением. Когда все вокруг смотрели только на него, он чувствовал себя не в своей тарелке. Теперь же, после того, как у всех появилась новая тема для обсуждения, ему стало значительно комфортнее. Недолго подумав, он решил отыскать укромный уголок, а найдя его, хотел было уже присесть в кресло, как вдруг главная дверь зала отворилась, а в ней показался Ренвин Джоу в сопровождении молодого человека. Хозяин вечера буквально сиял, однако его спутник вел себя весьма сдержанно и скромно, что говорило о его хороших манерах. «Па-па-па!» — воскликнул Ренвин Джоу и похлопал в ладоши, стараясь привлечь внимание собравшихся. Как только у него это получилось, он вновь вернул своему лицу былой самодовольный вид. После этого последовал глубокий вдох, предзнаменующий торжественную речь. «Господа, я хочу представить вам всем одного юношу, оказавшего мне сегодня честь, принять его в своем доме. Скорее всего, вы заинтересовались его личностью, как только мы с ним показались в этом зале. Ха-ха, давайте же я открою вам эту тайну». Ренвин Джоу, пытаясь нарастить интригу, выдержал паузу и медленно оглядел толпу перед собой. Удовлетворившись сконцентрированным на нем вниманием, он продолжил. Имя этого человека – Цзунин. Он один самых выдающихся молодых мастеров университета общих знаний Федерации Тянью. После этих слов зал наполнился рокотом и чуть было не взорвался от чрезмерного выражения эмоций. Женщины взволнованно завизжали, народ начал толкаться, пытаясь прорваться в первые ряды, чтобы взглянуть на элегантного юношу. Самой отличительной чертой во внешности Цзунина были его волосы, каждая его прядь была аккуратно выпрямлена и направлена вверх. Его прическа напоминала причудливого дикобраза, ощетинившегося стальными иглами. Благодаря ярко выраженным женским чертам, на лицо он был явным красавчиком. Но благодаря агрессивной прическе, парень выглядел очень мужественно. Проще говоря, учитывая его аристократическую выправку и сдержанность, у Цзунина имелись все качества, чтобы легко становиться любимцем публики, где бы он ни появился. Но популярность его была обусловлена совсем не внешностью. Очевидно, что всеобщую известность он приобрел благодаря своей силе. Кто это? Поинтересовался ченьму устоявшего поблизости мужчины. Ты не знаешь? Это же великий Цзунин. Ты только посмотри на него. Даже обладая всеми своими достижениями в нем совсем не чувствуется высокомерность, присущая жителям столицы. А еще он не только талантлив, но и очень трудолюбив. Цзунин поступил в университет общих знаний, когда ему было всего 13, а прославился уже на второй год своего обучения. С горящими глазами рассказывал незнакомец, тогда он впервые вышел в дикие земли, но, даже не имея опыта, умудрился спасти семерых людей из челюстей свирепых крокодилов. Так и начался его путь к всеобщей известности. Элегантный внешний вид, приятный характер и невероятная сила, все эти качества сразу сделали из него одного из самых популярных мастеров нового поколения. Ченьму показалось, что он спросил не у случайного человека, а у истинного фаната Цзунина. Однако такая слава совсем не испортила парня, продолжил незнакомец. Наоборот, он стал еще старательнее относиться к учебе. И, наконец, в 16 лет ему разрешили приступить к практикованию знаменитого составного метода тренировки восприятия столичного университета общих знаний. После этого рост его навыков приобрел действительно поразительный темп. Когда ему стукнуло 22 года, Цзунин прошел высший экзамен в своем учебном заведении, за что его наградили картой пятой звезды. Услышав подобную хвалебную оду, Ченьму окончательно убедился, что наткнулся на повернутого на этом юноше-фаната. Однако, благодаря ему, он все же он смог сложить от Цзунине свое первое впечатление. К сожалению, он молочего знал о шести великих учебных заведениях, и потому не мог в полной мере оценить услышанное. Но учитывая с какой гордостью мужчина рассказывал от Цзунине, становилось понятно, что этот Цзунин явно не из простых заклинателей. Тем не менее, для Ченьму он был совершенно неинтересен, в его голове лишь промелькнула мысль. По-видимому, Университет общих знаний решил вмешаться в дела компании Чжанчжоу. Утолив свое любопытство, Ченьму присел в своем укромном уголке и ухмыльнулся. А события развиваются все занятнее и занятнее. Однако, к его новой личности, директора рекламного агентства, это не имело никакого отношения, да и не желал он соваться во все это. Поэтому предпочел просто отсидеться в тишине до конца празднества. Обстановка в зале по-прежнему была еще очень шумной, как вдруг вновь появился все тот же человек из прислуги и направился в сторону хозяина вечера. Только теперь он казался еще более взволнованным, а шаги его были даже быстрее, чем раньше. Через несколько секунд он вновь прошептал что-то на ухо директора компании Чжанчжоу. Почти незаметная улыбка проскользнула в уголках Артарен Винчжоу, и он сделал вид, что весьма удивлен. А во, сегодня действительно великий день для моей компании. Кто бы мог подумать, что величественный дворец книг также пошлет к нам в гости своего мастера. Цзунин, как насчет того, чтобы вместе встретить очередного гостя? Это были сказаны не громко, но и не настолько тихо, потому все кто были вокруг четко слышали его слова. Однако это не породило еще одного взрыва эмоций. Толпа, отойдя от шока связанного с появлением представителя университета общих знаний, уже смогла сделать для себя выводы, что этот банкет явно будет не из обычных, и потому удивить их снова стало значительно и сложнее. На великолепном лице Цзунина появилась улыбка. Этим предложением Рен Винчжоу выразил свое уважение к нему. Разве мог он позволить себе показаться не тактичным? Юноша сделал легкий элегантный поклон и ответил. Для меня это будет большой честью. Прошу, после вас. И Цзунин вытянул руку в направлении выхода. Через некоторое время в зале вновь воцарилась суета. Величественный дворец книг также отправил своего тяжеловеса, Цзинбэя. Это тоже был довольно-таки известный молодой мастер, но в отличие от прославившегося в совсем юном возрасте Цзунина, Цзинбэй добился всеобщей популярности лишь к 25 годам. Но между ними имелось еще одно существенное различие. Цзунин сделал себе имя победив в сражении, а вот Цзинбэй, наоборот, проиграв. Несмотря на поражение, не было никого, кто бы назвал его из-за этого слабаком или неудачником, ведь его противников тогда стал человек, чье имя Федерация Тянью не может забыть вот уже 30 лет. Что касается того, почему же такая легендарная личность согласилась принять вызов от подобного, никому неизвестного на тот момент юноши, ответ на этот вопрос до сих пор не знали не то что посторонние, но и сами студенты столичного университета. Тем не менее, это было уже не столь важно. Пусть Цзинбэй и проиграл ту дуэль, после Пафу похвалил его, назвав одним из лучших среди нового поколения заклинателей. Директор великих учебных заведений. Не стоит и сомневаться во влиянии этих людей в Федерации Тянью. Было вполне ожидаемо, что положение получившего похвалу от одного из них мгновенно улучшится. Как только Цзунин увидел нового гостя, его прекрасное лицо тут же помрачнело. Для всех студентов столичного университета общих знаний, Цзинбэй, несомненно, являлся самым ненавистным человеком. Их отношение к нему, было таким же, как отношение учеников Ледяного острова Белоснежной луны к близнецам из пустынного лагеря, пусть по факту, из братьев в живых теперь и ходил лишь один. Невероятно, величественный дворец книг, столичный университет общих знаний, еще и фонд Фая. Этот вечер и впрямь впечатляет. Сидевший в своем укромном уголке Чиньму невольно возликовал. Как же хорошо, что он смог не поддаться искушению того человека, вышедшего с ним на связь по карте Тысячили. Сейчас в его сердце отмелись последние сомнения, касательно этого вопроса. Если бы он вошел в эту трясину, выбраться бы уже точно не смог. Выпив фруктового сока, он вдохнул полной грудью, наслаждаясь жизнью. Запах местных закусок был просто непередаваемым. Как человеку, родившемуся в бедности, Чиньму прежде негде было попробовать такие яства, поэтому он решил, что не стоит понапрасну тратить время, лучше быстрее набить свой желудок. Спустя какое-то время, к углу Чиньму пробился большой и потный толстяк, который как только присел рядом, залпом выпил целый стакан сока. Как же много народу выдавил толстяк, искорчив дружелюбную физиономию. Чиньму посмотрел на Чиньму, в прошлый раз не было и половины, а сегодня вот тебе на. Такое ощущение, что все это сделано специально, чтобы смутить такого большого человека, как я. Ха-ха. Закончив смеяться, он с улыбкой протянул свою правую руку. Ян Кан, бизнесмен. Чиньму оценивающе оглядел его с ног до головы и также протянул руку. Ца-дун. Глаза толстяка сразу же расширились, словно он понял какую-то великую истину. О, как я мог вас не узнать, вы же тот самый владелец рекламного агентства под названием Небесное Крыло. Много о вас наслышан, и только хорошего, замечу. Хотя личность директора Небесного Крыла по-прежнему оставалась загадочной, такой человек, как Ян Кан не мог не слышать о нем. Раз уж мы встретились, позвольте поинтересоваться, вы случайно не занимаетесь созданием высокоуровневых карт? Толстяк постарался состряпать самое безобидное выражение лица, на которое был способен, и вся его жирная кожа на лице натянулась до предела. После своего вопроса он тут же вытянул из кармана визитную карточку. Дело в том, что я работаю управляющим одного аукционного дома. На днях мы получили партию относительно неплохого товара, среди которого, в частности, имеются пустышки для карт пятой звезды. Определить их подлинность для нас является очень сложной задачей, но, возможно, господин Цао не откажется помочь нам в решении данной проблемы? Не хотели бы вы взглянуть на них? Ян Кан чувствовал себя крайне неловко. На что он вообще надеется, если этот Цао Дун отверг предложение представителя фонда Фея? Но за спрос ведь денег не берут. Пустышки карт пятой звезды. Брови Чиньму слегка приподнялись. Он уже успел создать множество карт третьей звезды и теперь мог попробовать создать некоторые виды карт четвертой звезды. Но о создании пятизвездочных карт он даже не думал никогда, поэтому не смог не удивиться, услышав о пустышках для них. Карты пятой звезды отличались от карт четвертой звезды, так же, как и четвертые отличались от карт третьей звезды и потому они считались не только очень дорогими, но и колоссально редкими. Даже для шести великих учебных заведений такие карты считались большим раритетом, из-за чего, собственно, Цзунин и был награжден руководством университета общих знаний одной из них только после прохождения высшего экзамена. Пожалуй, полноценно оценить сложность этого экзамена могли лишь сами студенты этого учебного заведения, остальным же оставалось только строить догадки. Подавляющее большинство карт пятой звезды были сосредоточены в руках шести великих и фондов. Просто найти их на рынке было невозможно, прежде редко-редко они встречались лишь на аукционах, но цены на них при этом были просто заоблачные. Сейчас же такие лоты стали мечтой даже для самых известных аукционных домов. Все, до самых заурядных экземпляров были скупленными шестью великими и им подобными. Наличие в закромах карт пятой звезды стало своего рода показателем силы. На самом деле, мастеров способных создавать подобные карты, было не так уж и мало, как могло бы показаться неразбирающимся в этом людям. Основная причина столь высокого дефицита карт такого уровня заключалась в нехватке материалов. Ведь само собой разумеется, что сырье для их производства также требовалось очень дорогое, но что куда более важно, значительно высококачественнее. И даже пустышки карт не были исключением. Если говорить только о картах пятой звезды, то на данный момент было известно всего лишь 27 видов материалов, из которых можно было произвести заготовки для нанесения чернил. Некоторые из них уже невозможно было достать в виду истребления или уничтожения их первоисточника. Некоторые из-за того, что их почти никто никогда не видел, вообще вызывали вопрос, существуют ли они на самом деле. Остальные же являлись крайне труднодоступными. Именно поэтому пустышки для карт пятой звезды стоили весьма дорого. Если сравнить для наглядности, то можно было сделать вывод, что одна заготовка для карты пятой звезды стоит дороже, чем 50 карт четвертой звезды, и это при условии, что 40 из этих 50 карт будут высочайшего качества. Более того, это была только начальная цена, насколько же она может возрасти во время аукциона, невозможно было представить. В редкости материалов заключалась основная причина труднодоступности карт пятой звезды, но не единственная. При их создании также, как и при создании карт более низкого уровня ни у кого не было стопроцентной гарантии на успех, то есть не каждая попытка будет удачной, вне зависимости от уровня мастерства создателя. К тому же, требования к контролю восприятия были неимоверно строгими, а структура таких карт была в несколько раз сложнее, чем структура карт четвертой звезды. Материалы не найдешь, а если и найдешь не всегда хватит денег, чтобы купить, а если и купишь, то карта может и не получится. Проще говоря, многие создатели карт, что достигли необходимого уровня мастерства, так и не получали ни единого шанса в своей жизни сотворить хотя бы одну карту пятой звезды. Оттого и заклинатели, что уже способные управляться с такими картами, так и оставались лишь с картами четвертой звезды до самой своей смерти. Посмотреть на несколько пустышек для создания карт пятой звезды. Да этот толстяк издевается. Ченьму испытал трепет, однако уже наученный недавним горьким опытом он не стал отвечать сразу, а для начала напустил на себя задумчивый вид, а уже после спросил. Говорите прямо, чего именно вы от меня хотите, господин Ан. В глазах толстяка проскользнуло восхищение. Для таких хитрых лисов, как он, остаться невозмутимым перед лицом искушения было пустяковым делом. Однако, если речь идет о 18-19-летнем юноше, это весьма похвально. Еще раз взвесив всю информацию, касательно небесного крыла, которое неожиданно возродилось из пепла и стало самым популярным рекламным агентством в городе Лаю, Ян Кан больше не осмелился смотреть на этого человека с хотя бы самым мельчайшим высокомерием. Толстяк очень оживился. Я предоставляю материалы, вы делаете карты, любые, на ваше усмотрение. Потом ваше творение продаем, через наш аукционный дом, из заработанного вычитаем комиссионные, а также расходы на материалы. Оставшиеся деньги делим 4 к 6. Я забираю 40%, вам остается 60. Что скажете? Услышав это, Чинь Му сразу же сопоставил все за и против. Это предложение оказалось весьма неплохим. С его стороны потребуется только тратить время, в ответ же он сможет заработать, а также попрактиковаться, таким образом можно будет хорошенько набраться опыта. Особенно заинтересован он был именно в последнем. Материалы же, предоставленные этим толстяком, определенно будут третьей или четвертой звезды, пусть они не настолько редкие, как материалы для создания карт пятой звезды. Тем не менее, все равно не из дешевых. К тому же искать сырье самому, это весьма хлопотное занятие. Но и для его собеседника, такое сотрудничество явно не станет убыточным. Расходы на материалы будут в любом случае покрываться из общей прибыли, так что тут он будет только получать, ничего не тратя. Потребуется лишь повозиться с обеспечением материалами, и 40% прибыли его, но, разумеется, для человека с такой должностью это не станет большой проблемой. Кроме того, таким образом этот Ян Кан обеспечит свой аукционный дом постоянным притоком товара, что в свою очередь должно поднять их репутацию. Только вот, вся эта концепция была построена вокруг его уникальных способностей. Чинь Му совершенно не мог понять, откуда в этом толстяке взялась такая вера в него, но все же он восхитился его находчивостью. Отметив для себя, что это предложение зацепило юношу, Ян Кан в свою очередь решил добавить масла в огонь. В случае заключения партнерского соглашения, я также могу предложить вам дополнительные условия. Если наш аукционный дом будет обладать материалами, которые вас заинтересуют, вы будете иметь право выкупать их у нас по цене на 20% дороже потраченных нами средств на их закупку. Разумеется, взамен мы попросим у вас эксклюзивное право на продажу ваших творений. Иллюзорные карты, созданные Небесным Крылом, разумеется, не в счет. Договор будет пересматриваться каждые полгода. Как вам такой вариант? После этого Чинь Му больше не колебался и кивнул головой по рукам. Толстяк протянул руку, и они закрепили соглашение крепким рукопожатием. Устная договоренность была достигнута, остальное же будет обсуждаться более подробно при заключении договора. Сумев договориться с человеком, который отказал представителю фонда ФЭА, Ян Кан почувствовал необычайный прилив радости. Что же касается дальнейшего общения, то, разумеется, после достигнутой договоренности, оно стало протекать в более непринужденной форме. Толстяк уже успел много чего наговорить, когда его глаза неожиданно обратились в центр зала, и он зашелся задорным смехом. Корпорация Джанчжоу в этот раз и впрямь привлекла всеобщее внимание. Только вот никакая из трех сторон, предлагающих им сотрудничество, не прославилась своей уступчивостью в переговорах. Так что боюсь наш город еще ждут потрясения наподобие того, что случилось недавно. Ха. Интересно сможем ли мы увидеть, как Цзунин и Цзейнбай скрещивают оружие? Это ведь будет событие, которого и за сто лет не увидишь. Хе-хе. А еще и фон твоя маячит на горизонте, озираясь своим плотоядным взором. Очень любопытно, какого уровня мастера они сюда отправят. Как считаешь, мастера? В мыслях Чиньму промелькнул образ человека в серебряной маске. К нам это все равно не имеет никакого отношения. Равнодушно высказался он своему новому знакомому. Толстяку явно очень понравилось слово нам в его ответе. В очередной раз залпом добив свой стакан сока, он продолжил все в той же манере, почти смеясь. Что верно, то верно. Наше дело малое, зарабатывать деньги. На самом деле Янкан был немного удивлен. Наладить контакт с этим Цзадуном оказалось значительно легче, чем он себе представлял изначально. Теперь он недоумевал над тем, откуда же взялась такая неприязнь у его собеседника к фонду Фая, раз он не согласился сделать карту для его представителя. Откуда же ему было знать, что вся причина отказа заключалась в проявленном в тот день высокомерии Сиамань? Если бы она тогда вместо криков и высокомерных требований бросила ему на стол несколько сотен тысяч ади, кто знает, возможно, вечно нуждающийся в деньгах Чиньму и согласился бы взяться за это дело, причем приступил бы к нему незамедлительно. Но сильные мира сего привыкли быть грубыми при общении со слабыми людьми, и только если оппонент покажет им свою стойкость, они натягивают улыбку и начинают любезно просить о сотрудничестве. Может быть даже так, что сам по себе человек и вовсе не такой плохой, но его положение обязывает его проявлять свою власть. Что же, тут ничего не поделаешь. Остается лишь признать, что от привычек людей много чего зависит. Во всяком случае Чиньму не был из тех, кто привык давать второй шанс. Что Сямань, что ее фонд Фая уже оказались занесены в его черный список. Толстяк оказался очень интересным собеседником. Пока они сидели он то и дело делился полезной информацией, которая даже Чиньму показалась очень занимательной. Они уже не обращали внимания на остальных присутствующих. Большинство гостей вечера все еще находились в центре зала, обсуждая новости и слухи. Периодически до Чиньму и его нового знакомого доносились громкие самодовольные речи, восхвалявшие говорящего. Однако, по словам Янкана, этим людям не хватало веса в обществе, и большинство из них были ничего не значащими пешками. Репутация этого толстяка оказалась не такой скромной, как он сам себя позиционировал. Чиньму видел, как некоторые найдя его глазами в зале, при исполненной радости направлялись к нему, но как только они замечали его собеседника на их лицах тут же проявлялось разочарование. Янкан при этом делал вид, что ничего особенного не происходит, но в его глазах в такие моменты читалось явное самодовольство. Все эти разочарованные люди, утратив надежду на внимание со стороны толстяка, безропотно махали ему на прощание, робко разворачиваясь и отправляясь в другую сторону. Сам же толстяк лишь равнодушно кивал им в ответ, словно это было привычным для него делом. Видимо ему-то веса вполне достаточно, и не только в буквальном смысле. Было очевидно, что он весьма непростой человек. Господин Янк, господин Цаа, к ним подошел юноша одетый в официальный черный костюм. Всем видом он старался показать свое уважение двум своим знакомым. Глава 231.1. Возвращение в Ячиньму не ожидал встретить здесь Клиа младшего наследника семьи Лайвани, первого человека из Лаю, с кем он повстречался на выходе из леса. Было очевидно, что Клиа смотрел на Чиньму совершенно по-иному, не так как в первые дни их знакомства. Молодой лорд Клиа, толстяк, будто не придавая большого значения встрече, лишь поднял стакан сока и сдержанно поприветствовал юношу. Чиньму последовал его примеру. Молодой лорд Клиа, кивнув, поприветствовал он старого знакомого. Клиа же вовсе не был смущен такому скупому приветствию. Я никак не думал встретить вас при подобных обстоятельствах, мистер Цааа. Это довольно приятная неожиданность. Однако раз мы все же увиделись, хочу пригласить вас на церемонию своего совершеннолетия, которая состоится через пару дней. Могу ли я надеяться, что мистер Цааа и господин Янкан посетят меня в столь знаменательный день? Чиканил слова Клиа, выдавливая из себя максимально учтивый тон. Церемония совершеннолетия? Чиньму не был уверен, что значит для него данное событие. Однако он не сильно хотел влезать в дела семьи Лайвань, и подобное предложение заставило почувствовать себя немного неловко, поэтому он медленно покачал головой и ответил. Мне очень жаль, но я буду занят. Чиньму считал, что не нужно придумывать более разветвленную отговорку и ограничился бесформенным, но все же вежливым отказом. Толстяк Янкан хоть и последовал его примеру, но не потрудился придать голосу разочарованный тон, чем явно показывал свое полное безразличие. Я тоже занят. Простите, молодой лорд Клиа. Клиа было трудно скрыть свое разочарование и, обменявшись с ними еще парой слов, он поспешил удалиться. Толстяк с ухмылкой провожал уходящего юношу. И как только он достаточно далеко отошел, ехидно подметил. Семья Лайвань теряет свои позиции в обществе. Оба сына слишком одержимы своими мелкими подковерными интригами, забывая об интересах семьи. Эх, глупые юнцы. Закончив фразу, он повернулся к Чиньму, но увидев на его лице непонимание, Толстяк попытался объяснить свои слова. По обычаям, аристократические семьи, подобные Лайвань, устраивают празднество в честь совершеннолетия наследников фамилии. Как правило, на это событие приглашаются знатные особы, богачи и прочие влиятельные фигуры. Таким образом, гости выказывают уважение и поддержку принимающей семье, однако осталось не так много семей, которые еще соблюдают данную традицию. Я и не думал, что Лайвань решаться прибегнуть к ней. Объясняя Чиньму детали древних аристократических традиций, Толстяк не скрывал своего пренебрежения к ним, периодически закатывая глаза и пуская ехидные смешки. Взглянув на Чиньму и поняв, что он до сих пор не может найти связь данной традиции с предыдущим замечанием, Ян Кан понизил голос и продолжил. Эти два малокососа, наследники Лайвань, совершенно не понимают всю глубину ситуации. За своими кознями они не замечают истинного положения семьи. Их упадок уже предрешен. Нет, конечно, с ними можно вести дела, но только пока. В долгосрочной перспективе это совершенно провальное мероприятие. Что вы имеете в виду? Чиньму все же заинтересовался данной информацией. Одно дело никому не нужные традиции, и совсем другие слухи, которые могут сыграть на руку. Тем более если подобные слухи исходят от столь осведомленного человека. Толстяк расплылся в мягкой улыбке и, уже почти перейдя наш опыт, продолжил. Власть, богатство и влияние – довольно сложные субстанции. Нельзя обрести все это просто оперируя вещами и услугами. Купить, продать, обменять – все это отходит на второй план. Даже если ты обладаешь уникальным товаром, который вполне может возвысить тебя на некоторое время, это не гарантия твоего успеха. В наши дни обрести реальное влияние и силу так же трудно, как достичь небес. То, о чем все забывают, что самое главное в этом мире – это люди. И не важно, чем они владеют и какими силами обладают сегодня. Важно думать наперед. Доход от долгосрочных вложений всегда превозобладает над мелкими и быстрыми сделками. Партнер на которого можно положиться и который может принести выгоду в будущем, стоит того, чтобы вложиться в него. А вы, господин Цао, толстяк похлопал Ченьму по плечу, уж точно из тех людей, на которых можно поставить кучу денег. Ченьму задумался над словами Ян Кана. Даже не обладая большим опытом в ведении бизнеса, было очевидно, что в этих словах есть разумное зерно. Вы слишком высокого мнения обо мне, улыбнулся Ченьму. Нет, нет, что вы, толстяк резко закачал головой из стороны в сторону. Казалось еще чуть-чуть и его шея не выдержит, а голова оторвется от тучного тела. Мой юный друг, вам не нужно быть столь скромным. Я, конечно, не считаю себя провидцем, но одно могу сказать точно. В людях я разбираюсь. Редко можно встретить взгляд подобный вашему. Спокойствие, рассудительность, сдержанность. Я вижу какой стоит человек за всем этим. Я вижу стальной стержень, на котором все это держится. Ченьму не ожидал подобной похвалы и немного удивился. Еще никогда его не хвалили так открыто и красноречиво. Вдруг толстяк бросил резкий взгляд в зал и изменился в лице. Он поспешил извиниться перед Ченьму, резко встал, поправил одежду и большими резвыми шагами растворился в толпе гостей. Ченьму был поражен. Он и представить себе не мог, что такой большой человек может так быстро двигаться. Вновь оставшись в одиночестве, Ченьму продолжил наблюдать за происходящим в зале. Медленная и грациозная музыка наполняла помещение, мелодично сменяясь аккордами и лаская слух. Официанты носились из стороны в сторону, спеша угодить всем присутствующим вне зависимости от их ранга и положения в обществе. Красное вино и соки из экзотических фруктов лились рекой, а закускам и вовсе не было счета. Все гости были разбиты на маленькие группы в 3-5 человек, тихо обсуждая свои маленькие секреты и распространяя слухи. Женщины, одетые в изысканные вечерние платья, томно смотрели на важных гостей, Цзунина и Цзейнбая. Юноши же были увлечены другой персоной, привлекающей мужскую половину гостей приема. Сиамань, Цзунин, Цзейнбая и Сиамань были явными звездами всего вечера, которые затмили Ченьму. Однако это было ему только на руку. Однако все же периодически рядом с ним проходили люди, и с восхищением смотрели на него, тихо шептались между собой и вновь растворялись в безликой толпе. На подобных приемах редко можно было встретить мастеров создания карт. Высший свет не питал к ним большого интереса, в отличие от сильных мира сего. Каждая организация, которая считала себя достаточно влиятельной и могущественной, с руками бы оторвала мастера уровня Ченьму. Однако те мастера, которые закончили обучение в Большой Шестерке, изначально привлекали к себе внимание всего светского общества. Как только заклинатель входит в ряды Большой Шестерки, он тут же получает билет в Высший Свет. Известные заклинатели, такие как Цзунин и Цзейнбай всегда пользовались чрезмерным вниманием со стороны Высшего Света. И, видимо привыкнув к подобному отношению, вели себя всегда сдержанно и высокомерно, чтобы оградиться от ненужных знакомств. Однако окружение воспринимало такое поведение не как снисхождение, а скорее как данность. Учитывая их положение и репутацию, это казалось вполне естественно и нормально. Даже Рен Винчжоу не воспринял это как что-то оскорбительное. В Федерации Тянью считалось, что только жители пяти больших районов Хуа и самой столицы обладают правом называться знатью. В глазах подобных аристократов, даже такой властный человек как Рен Винчжоу, был всего лишь богатым провинциалом, лишенным аристократических привилегий. У каждого из тех, кто называл себя истинной знатью, было врожденное чувство превосходства над всеми, кто был ниже них по статусу. А у тех, кто был связан с большой шестеркой и подавно. Даже Сиамань, которая выглядела достойнее этих двух из великих домов, была вовсе им не ровня, ни по силе, ни по статусу. Будь тут человек в серебряной маске, может быть он и мог бы потягаться с ними, но скорее всего только силой, а никак не положением в обществе. Но к Чиньму все эти игры не имели никакого отношения. Он спокойно сидел в своем импровизированном убежище, огражденный от высокосветской суматохи и спокойно попивал свежий сок, опустошая бокал за бокалом, каждый раз пробуя новый вкус. Все, что он пил до этого и в подметке не годилось столь изысканным напитком. Даже его любимое фруктовое вино «Небесная вода» теперь казалось ему самым заурядным напитком. Как только Чиньму вспомнил про «Небесную воду», в его памяти невольно возник его старый друг Лейцзы. Интересно, где он сейчас, чем занимается? Подобные мысли навевали тоску по прежним временам. Чиньму тихо сидел в своем углу, предавшись старым воспоминаниям. Всем своим видом он показывал, что не желает, чтобы его тревожили, не оставляя шанса людям, которые подходили к нему, чтобы начать разговор и познакомиться. Но увидев его расположение духа, они разочарованно уходили прочь. Прием подходил к концу, и Чиньму, не потрудившись попрощаться с новыми и старыми знакомыми, поспешил удалиться. Вернувшись домой и открыв дверь, перед ним предстала картина, которая не могла его не удивить. На полу, вальяжно развалившись, сидел Вая. Когда ты вернулся, Чиньму поприветствовал своего друга и, подойдя поближе, уселся на пол напротив него. Услышав, что Чиньму вернулся домой, Луся Ру поспешила заварить чай и приготовить что-нибудь к ужину. Только что, ответил Вая, не открывая глаз. Чиньму пробежался глазами по Вая, как вдруг обнаружил маленький коричневый комочек в его руках. Маленький зверек вдруг чихнул и уткнулся в руку Вая, однако он не дал ему спокойно лежать, а начал его дразнить и щекотать, пытаясь раззадорить, что это такое. С нескрываемым любопытством поинтересовался Чиньму. Маленький зверек был покрыт густым коричневым мехом и немного походил на щенка, однако он был значительно упитаннее среднестатистической собаки. Он больше походил на плотный коричневый шарик плоти и меха. Я не знаю, Вая беззаботно покачал головой и продолжил играть с живым комком. Глава 231-2. Возвращение Вая, как так не знаешь. Лицо Чиньму исказилось непониманием, откуда ты его взял. Зная характер своего друга, Чиньму сразу отмел предположение, что он купил себе питомца. Он купил бы себе животное только для одной цели, утолить голод. Я освободил его, не открывая глаз, и все так же спокойно ответил Вая. Он уже перестал играть с коричневым комком меха, смирившись с его бездействием. Зверек будто благодарил Вая за это своим тихим, размеренным сипением, мирно уснув на его коленях. Освободил. Как освободил. Зачем? Не унимался Чиньму. Откуда? Город Амидал. Амидал. Где это? Чиньму не мог отойти от шока и продолжал сыпать вопросами. Лусяру, которая прекрасно слышала разговор, поспешила рассказать Чиньму о городе. Амидал, еще один коммерческий центр района Минджин, такой же как и Лаю, шумный и быстрый, но находится довольно далеко. А зачем тебе вообще понадобилось туда ехать? Чиньму просто разрывала от любопытства и молчаливости Вая. Когда Вая попросил у него денег, Чиньму никак не мог предположить, что все это ради какого-то маленького комочка шерсти. Наверняка было еще что-то, чтобы освободить его. Ответ Вая окончательно поставил Чиньму в тупик и его лицо начало медленно краснить. Освободить это, чуть не перейдя на крик, выпалил окончательно шокированный Чиньму. От подобного всплеска эмоций, Лусяру вздрогнула и чуть не уронила с подноса чайник со свежезаваренным чаем. Никогда прежде она не видела своего босса в подобном настроении. Ага, зевнув, ответил Вая. Чиньму казалось, что он сходит с ума. То есть ты поехал в Амидал, к черту на рога, чтобы освободить это существо. И ты не знаешь, кто или что это. Правильно. Чиньму не мог поверить своим ушам и решил собрать всю картину воедино. Все верно. А для чего тебе все это? Вая приложил руку к подбородку, немного подумал и, растягивая слова, медленно ответил. Мне он показался знакомым, Вая и не подозревал, что Чиньму не хватит подобного объяснения. На лбу Чиньму выступили глубокие морщины, а по вискам побежали медленно разбухающие вены. Поехал в Амидал, чтобы освободить его, потому что он показался знакомым. Ага, кивнул Вая, а затем потянулся в карман и достал оттуда карту, ту самую на которую Чиньму перечислил почти 4 миллиона Ади. Эта штука совершенно бесполезная. Фыркнул он и протянул карту Чиньму. Бесполезная? У Чиньму уже не оставалось сил на ответные эмоции. Он лишь прокричался у себя в уме. Бесполезная? Карта с почти 4 миллионами Ади бесполезная. Да что с ним не так? Немного отдышавшись, Чиньму продолжил. Итак, как в итоге ты добрался до Амидала? На челноке. А говоришь бесполезная карта? Вдруг Чиньму осознал всю ситуацию. Ты же купил билет на челнок, а затем активировал его в челноке, так? Почти взмолил Чиньму. Он буквально заглядывал ему в рот, надеясь услышать привычное «ага». А что это такое, этот билет? Все так же беззаботно ответил Вэя. Лусиару, разливающая чай по чашкам, вновь вздрогнула, выплеснула немного темной и горячей жидкости на стол и поспешила на кухню за тряпкой, чтобы вытереть разлитый чай. Чиньму начал описывать, что такое билет, обильно жестикулируя руками и пытаясь обрисовать весь процесс сплаты за проезд, чтобы упростить задачу Вэя. Ну, карта. Выглядит как карта, и ею и является, только называется билетом. Без него ты не можешь воспользоваться челноком. Ты же купил его, правильно? Неа. Робко качнул головой Вэя и взял чашку с чаем в руку. Тогда как ты воспользовался челноком, Чиньму настаивал на своем, ведь если у тебя нет билета, значит, ты не можешь его активировать. Это ты про тот болтающий механизм? Он начал мне что-то говорить, но так тихо. Я не расслышал, что он сказал и постучал по нему легонько, Вэя поднес чашку к рту и глотнул свежего чая, правда, после этого он уже не болтал. По телу Чиньму пробежала волна холода, а тело покрылось мелкой дрожью. Постучал легонько. Он взглянул на руки Вэя, крепко сжимающие маленькую, хрупкую чашку и перед его глазами всплыла красочная картина всего произошедшего. Беря в расчет нечеловеческую силу Вэя, можно представить, что случилось с механизмом оплаты проезда. Под этим натиском не выстоит и летая металлическая болванка, не то что хрупкий механизм, который сейчас наверняка является бесполезной грудой металлолома. Сглотнув накопившийся в горле комок, Чиньму продолжил расспрос. Так, с этим понятно. Но тебе же нужно было питаться все это время. Ты вообще ел за эти дни? Ага, Вэя допил остатки чая аккуратно, боясь поставить чашку в разлитой лусяру чай, и потянулся за приготовленными закусками. Чиньму уже привык к подобному общению и, не сдаваясь, продолжил. А что ты ел? Утали мое любопытство. Чиньму уже догадывался о том, что ему ответит Вэя. С этим не было проблем. Там было множество мест, где можно было поесть. Еда висела прямо на улице. Свежеприготовленное мясо, различная выпечка, овощи и фрукты прямо в корзинах, рассказывал Вэя с паузами, во время которых с аппетитом поедал закуски, приготовленные лусяру. В общем, с едой проблем не было. Она, конечно, была так себе, но все же лучше, чем готовишь ты, посмотрел он на Чиньму с немым укором. В голове Чиньму возникла новая картина. Вэя идет улицам торгового квартала и без вопросов берет то, что захочет, игнорируя негодование и возгласы хозяев прилавков. Окончательно смирившись с полной неприспособленностью Вэя к цивилизованной жизни, но не избавившись от удивления и шока, Чиньму продолжил. Как я понимаю, вернулся в лаюты таким же способом. Чиньму прекрасно знал ответ на этот вопрос, но все же решил уточнить. Имгэм, кивнул Вэя, продолжая жевать. Взгляд Чиньму опустился на колени Вэя, к мирно спящему коричневому комку, который плотно прижался к ногам своего нового хозяина. А при чем тут этот зверек? Какая связь между ним и Вэя? Если между ними действительно нет никакой связи, то почему Вэя решил поехать за ним так далеко? При этом, сам Вэя заявляет, что совершенно не знает, что это такое. Чиньму перебирал все возможные мотивы Вэя, но не мог найти разумных ответов на свои вопросы. Вдруг Чиньму понял, что упускает еще кое-что. А как ты узнал, что этот, пока назовем его щенок, находился в Амидале? Я увидел его по телевизионной карте. Вдруг Чиньму осенило. Значит ты его освободил? Освободил откуда? То есть он был заперт. Чиньму начал строить логическую цепочку. То есть ты освободил его от кого-то? Он был заперт в клетке. Я ее сломал. Правда за мной увязалось человек шесть. Пришлось их убить. Спокойно ответил Вэя. Запил свеженалитым чаем и в красках описал довольно кровавую картину боя. Услышав все детали, Луси Ару, которая вернулась с кухни и уже прибрала недавно разлитый чай, окончательно побледнела. Ее тело дрожало подобно слабому дереву под шквальным порывом ветра. От испытанного шока она не могла разжать руку с чашкой, мгновение назад полную горячим чаем, который сейчас был разлит по всему столу. Чиньму, наконец, взял себя в руки и попытался успокоиться. Что бы ни случилось, Вэя благополучно добрался до дома, что не могло не радовать. Зная силу Вэя, о нем можно было и не беспокоиться, но Чиньму все эти дни не мог расслабиться от осознания того, что его друг совершенно не знаком с цивилизованным миром, с правилами и обычаями современного быта. Его стихия, дикие земли, джунгли и леса, были совершенно другим миром, который кардинально отличался от федерации Тянью как небо и земля. Услышав историю путешествия Вэя, Чиньму не мог отделаться от гнетущего его беспокойства. Все же его похождения нельзя было назвать безобидной прогулкой. Столкнись он не с простыми жителями, хозяевами маленьких мясных и овощных лавок и прочими городскими жителями, а с действительно могущественной силой или городскими властями, даже беря в расчет нечеловеческую силу Вэя, он бы не смог легко отделаться. Ему просто очень сильно повезло. Его могли порвать на куски боевые заклинатели, либо разъяренная толпа, либо все они вместе. Как он умудрился не столкнуться хоть с малейшим отпором? Возможно, какой-нибудь гений из шести великих учебных заведений смог бы противостоять целому городу, отбиваясь от сотни, а возможно и большего количества слабых заклинателей. Но даже для подобного мастера это было бы весьма нетривиальной задачей. Но Вэя практически дикарь, совершенно не разбирающийся в современном мире, был не из них. Ему было довольно легко попасть в неприятности, за которыми могут последовать плачевные последствия. Хотя Чень Муэй не боялся трудностей, все же он не был сторонником ненужных и бессмысленных проблем, которых можно легко избежать и без прямого столкновения. Лицо Лусяру по-прежнему оставалось бледным, а она сама не подавала никаких признаков жизни. Казалось, что сейчас она боится даже вздохнуть. Сейчас ее совершенно не волновал мокрый стол, полностью залитый чаем. Вэя аккуратно встал, боясь разбудить мирно спящего щенка, и поблагодарил Лусяру за приготовленные закуски, но даже это не привело девушку в чувство. Она так и сидела с онемевшим лицом и молча смотрела куда-то вдаль. Щенок, недовольный прерванным сном, ворчливо фыркнул, но, вдруг, учуя в запах теплой еды, тут же проснулся и забыл обо всех прежних обидах, в надежде получить порцию из себя. Спустя некоторое время все вернулось в свое русло, и Вэя вновь прильнул к экрану телевизионной карты, совершенно не реагируя на окружающих. Однако теперь у него между ног ютился маленький коричневый шерстяной шарик, который мирно сипел, смотря очередной собачий сон. Глава 232 Душевное состояние На следующий день Чиньму позвонила Сули Ачирау. Она хотела, чтобы он пришел в Ассоциацию медиков-заклинателей. Неужели были достигнуты какие-то результаты? Чиньму тут же поспешил к ней. Было неожиданно, но Сули Ачирау была не единственным человеком, что ждал его. На удивление Чиньму, здесь был еще и старик, которого он видел на банкете. Сули Ачирау представила его. Господин Цаа, это мой учитель, Кун Юда. Можешь называть его старейшиной Кун. Как поживаете, старейшина Кун? Искренне спросил Чиньму. Старейшина Кун рассмеялся. Ну, могу ли я называть тебя младшим Цаа? Просто отлично, что такой молодой человек, как ты, не является беспокойным и вспыльчивым. В глазах старика читалась похвала. Чиньму скромно ответил. Вы мне льстите. Им им им, у тебя особая ситуация. Это первый раз, когда я столкнулся с подобным. Мы с Сули Ачирау провели некоторые исследования, и проблема оказалась несколько сложнее, чем я предполагал. Старик, сосредоточившись, нахмурил брови. Чиньму посмотрел на Сули Ачирау. Она объяснила. Прошло уже много времени с тех пор, как учитель сам брался за медицинские проблемы. Однако на этот раз я застряла, поэтому попросила его о помощи. Теперь ясно, что проблема довольно коварна. Но не переживай, ассоциация найдет выход. Боясь, что для Чиньму это станет ударом, она поспешила подбодрить его. Чиньму паник. Хотя он заранее морально подготовился, услышав, что Сули Ачирау ничего с этим не может поделать, он расстроился. Он не знал, что делать после того, как даже учитель Сули Ачирау сказал, что он не справился. Заметив разочарование во взгляде Чиньму, старейшина Кун улыбнулся. Не расстраивайся. Я в своей жизни уже сталкивался с некоторыми сложными заболеваниями, о которых я даже не слышал, и вначале всегда чувствовал себя беспомощно. Но, в итоге, большая часть из них была излечена. Если у тебя есть уверенность и ты будешь работать с нами, то, вероятнее всего, мы придет к хорошим результатам. И мы мым Чиньму угрюмо кивнул. Увидев это, старейшина Кун был достаточно удовлетворен и продолжил. Я уже просмотрел информацию, которую Сули Ачирау собрала, когда осматривала тебя, но этого недостаточно. Мне нужна более подробная информация о твоем теле. Тебе просто нужно пройти еще несколько более детальных проверок в надежде на прорыв. Выражение лица старейшины Кун было серьезным, а Сули Ачирау не могла не забеспокоиться. Было очевидно, что она не был настроена оптимистично. Конечно, Чиньму не собирался отказывать старику в просьбе. Когда он увидел, что в комнате для осмотра собралось больше десяти медиков-заклинателей, он опешил. Но он старательно прошел каждый осмотр. Осмотров было так много, что он устал от них, даже учитывая его физическую силу. Спустя три часа осмотры были пройдены. Старейшина Кун и Сули Ачирау собрали всю возможную информацию. У них у обоих были серьезные выражения лиц. Из-за этого у Чиньму возникло плохое предчувствие. Увидев, что Чиньму уходит, старейшина Му слегка вздохнул и собрался уходить. Не переживай, иди домой, а мы постараемся сделать все от нас зависящие. Если мы продвинемся, то я свяжусь с тобой, мягко произнесла Сули Ачирау, чтобы успокоить его. Чиньму выдавил из себя улыбку. Без проблем. Когда Сули Ачирау сказала постараемся сделать все от нас зависящие, он тут же понял свою ситуацию. Он не умел скрывать чувства, поэтому Сули Ачирау с одного взгляда все поняла. Она хотела что-то сказать ему, чтобы подбодрить, но не смогла подобрать нужных слов. Ее сердце внезапно ощутило печаль, а по щекам покатилось несколько слезинок. Взгляды других медиков-заклинателей в сторону Чиньму были более прямыми. Казалось, что они смотрели на мертвого человека. Впоследствии Чиньму не вспомнил, как покинул ассоциацию медиков-заклинателей. Он очнулся, уже когда был на улице. Смотря на всех людей, что ходили туда-сюда, смотря на небо, по которому проносились челноки или заклинатели, а затем смотря на высокие здания, Чиньму ощутил пустоту. У него ничего не было, и бесформенные чувства заполнили его сердце. Но он был не так смертельно грустен, хотя для него это и было плохими новостями. Возможно, он смог заранее подготовиться ментально, но сейчас он обнаружил, что не был ни грустен, ни напуган. Будучи всего лишь 18-летним, он уже видел множество смертей. Он понял, что у него было еще много вещей, которые нужно сделать. Еще не была закончена работа над легендой о мастере. Он не знал, где сейчас находятся лицзы, а Чиньму захотелось закончить фильм. Было еще слишком много нерешенных загадок в таинственной карте, и он еще не выяснил ее происхождение. Не было признаков того, что Квэя возвращается память, а в подземном городе еще находились дети. Чиньму неожиданно не смог не рассмеяться. Он был так обеспокоен проблемами с памятью Квэя. Если подумать об этом, то он, тем не менее, никак не мог ему помочь. Он поднял голову, чтобы посмотреть в небо. Синева, словно сам воздух был очищен, внезапно приподняла его настроение. В любом случае, он не собирался помирать в ближайшее время, потому, почему бы не воспользоваться временем, чтобы заняться своими проблемами и прочими штуками в его голове. Таким образом, даже если он действительно умрет, у него останется меньше сожалений. Его видение постепенно стало яснее. Ни заклинатели, пролетающие в небе, ни проходящие мимо люди, не знали, что юноша, что был среди них, только претерпел важные изменения в его жизни. В этот момент из наручий раздался звонок. «У тебя сегодня есть время, молодой братца, почему бы тебе не прийти осмотреть в местечке твоего большого брата?» Раздался голос Янаня, в котором слышались нотки энтузиазма. Чиньму понял, почему его коллега был так обеспокоен. С одной стороны, он хотел увидеть его способности, чтобы убедиться, что сотрудничество будет ценным. Если оно действительно будет таковым, то Толстяк, естественно, хотел бы побыстрее заключить договор. «Скоро приду», — с готовностью ответил Чиньму. Он взлетел в небо и направился к аукционному дому Толстяка. Его время было ценным. У него было еще много дел. Непоколебимая вера Чиньму блеснула в его глазах, напоминая звезду, что проносилась по небу. Аукционный дом Толстяка был намного больше, чем ранее представлял Чиньму. Он полностью разрушил его представление об аукционных домах. Это была группа зданий, каждая из которых была пятиэтажным, а между зданиями пролегали улиц, заполненные людьми. Шума было не меньше, чем на процветающих торговых улицах Лаю. Толстяк лично ждал у главного входа, что, без сомнений, привлекло много внимания. Прохожие оглядывали и размышляли о том, что заважная персона заставила такого большого босса, Янаня, лично встречать его. Большой босс редко занимался такими делами. Теперь все управление лежало на плечах менеджеров. Проницательные люди тут же заметили, что рядом с боссом стоял уважительный соединив ладони, мужчина средних лет. Это, должно быть, был один из четырех главных менеджеров, Сипин. Пока толпа сплетничала, с неба спустился юноша с бледным лицом. Я заставил моего большого брата ждать, поприветствовал Чиньму. Ха-ха, я только вышел. Янань был рад увидеть Чиньму и начал представлять. Это мой помощник, Сипин. Если тебе что-нибудь понадобится, связывайся с ним, ну или найди меня. Чиньму поздоровался. Добрый день, менеджер Си. Сипин поспешил поздороваться в ответ. Господин Цан, вы слишком вежливы. С толстяком также стоял еще один человек, облаченный в боевую одежду, красавица с холодным выражением лица. Но толстяк не представил ее, и Чиньму не стал спрашивать. Пойдем, я покажу тебе работу всей жизни этого старшего братца. Толстяк Ян был неимоверно горд, заводя Чиньму внутрь. Большой босс. Большой босс. По пути люди уважительно приветствовали толстяка, а он отвечал им, чтобы исправить ту лень, которую он продемонстрировал к Лео на банкете. Большой брат просто поразителен. Похвалил Чиньму. Он говорил от всего сердца. Суета перед ним началась из-за одного толстяка. Он был королем этого места. Ну, я пока не умер, ха-ха. Это было сказано с чувством и гордостью. Сипин тоже был горд. Но, мы знаем наши границы. Несмотря на то, сколько у нас человек, или какое у нас место, мы занимаемся низкокачественными вещами. В сравнении с реально крупными парнями в Федерации, например, аукционным домом ГВ или аукционным домом Радужных глаз, мы отстаем. Любые два-три предмета из их домов сравнимы с годовой квотой моего дома. Толстяк относился к себе критично. Чиньму был сбит с толку. Он никогда не слышал о ГВ и радужных глазах. Он вообще мало знал об индустрии аукционных домов. Заметив выражение лица Чиньму, Толстяк рассмеялся. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Пойдем, я покажу тебе материалы. Здесь был подземный склад. Он был небольшим, но хранил всевозможные материалы. Чиньму сконцентрировал свой взгляд. Неплохо, да. Гордость толстяка не могла скрыться на его пухлом лице. Отлично, вправду отлично. Бормотал Чиньму, смотря на материалы. Дело не в том, что он раньше их никогда не видел. Просто эти горы материала временно заставили его впасть в оцепенение. Он подошел к какой-то куче материалов. Это было сандаловое дерево кошачьего глаза. Оно использовалось в производстве карт третьей и четвертой звезды и было довольно дорогим материалом. Сандаловое дерево кошачьего глаза было плодом ароматного желтого сандалового дерева. Каждый плод сиял, как нефрит, и под лучами солнца походил на сверкающий кошачий глаз. Каждое из сандаловых деревьев кошачьего глаза было размером с большой палец руки. Чтобы оно выросло от размеров боба до размера большого пальца, ему требовалось 10 лет. Такое сандаловое дерево в магазине материалов стоило примерно 500 000 ляди, что считалось высокой стоимостью. Ни в одном обычном магазине материалов не могло оказаться сандалового дерева кошачьего глаза в возрасте 10 лет. За ними нужно было отправляться на большие предприятия. Перед его глазами, в куче, было примерно несколько сотен экземпляров. Не было странным то, что у толстяка были эти материалы, но все равно шокировало то, что они были такого высокого качества. Посмотри на это. Толстяк побежал, тряся своими полупопиями, к ледяной коробке, которая была высотой с половину человеческого роста, и жестом подозвал Ченьму. Толстяк легонько нажал на кнопку. Издав тихий звук, ледяная коробка автоматически открылась и из нее вывалил холодный туман. Ченьму почувствовал, как по воздуху, к его лицу подобрался мороз. Когда его взгляд опустился на содержимое коробки, он не мог не воскликнуть. Жидкое снежное железо. В плотном холодном тумане лежало несколько необычных черных кусков руды размером с кулак, которых покрывал лед. Это было знаменитое жидкое снежное железо. Если сандаловое дерево кошачьих глаз нельзя было купить на рынке, то жидкое снежное железо входило в список поистине редких предметов. Жидкое снежное железо могло быть произведено только в крайне холодных местах и в очень малых количествах. Такая руда была довольно особенной. Она должна была храниться при температуре ниже 30, а если температура была выше, то железо плавилось и превращалось в серебристо-черное жидкое железо. Такой вид жидкости обладал сложным составом, его пока что никто не смог разгадать. Если жидкость вытекла из жидкого снежного железа, то ее уже нельзя было сохранить. Она становилась бесполезной в течение трех часов, по истечению которых она превращалась в обычное железо и теряла свою ценность. Он не мог представить, что у Толстяка вправду есть жидкое снежное железо и даже больше одного куска. Чиньму никогда прежде не видел его, но смог узнать его, благодаря своей потрясающей памяти. Толстяк был доволен выражением лица Чиньму. Стоило показать свою силу тому, кто может стать твоим союзником, чтобы начать двустороннее сотрудничество. Мой молодой брат удовлетворен этими материалами, рассмеявшись, сказал Толстяк.